Сегодня у нас зависело 140 человек, но приехало порядка 70-80. Но это тоже хороший показатель. Наше региональное отделение, подмосковное Яблоко, запланировало сегодня этот наш круглый стол, для того, чтобы из такой тематики будущее Московской области это развитая агломерация или гетто для рабочей силы Москвы. И вопросы для обсуждения миграции, демографии, рынок жилья в Подмосковье, комфортная среда обитания, что это для жителей Подмосковья. И третье, это политика, законодательство и практика. Все знают, что сегодня в Московской области, как принимаются градостроительные планы, как народ ходит на эти планы и смотрит, и, так сказать, обсуждает их, но ничего не добивается вдове ситуации. И только руководство Подмосковья, то, что планирует, то оно и делает. И сегодня мы обсудим, примем какие-то решения, сделаем обращение к губернатору. Мы прекрасно понимаем, что это ни на что не повлияет, но это будет маленький плачок тому, чтобы к нам прислушивались. Сегодня здесь собрались активные граждане, в основном все из Подмосковья, знают все проблемы в своих городах. Каждый о них сегодня выскажет. Здесь много специалистов хорошего уровня. Я думаю, наша сегодняшняя встреча, она будет очень полезной и хорошей. И для начала хочу предложить на слово Сергею Сергеевичу Митульеву. Добрый вечер. Я приветствую всех участников этого круглого стола. Благодарю за приглашение. УМС Александр Рубинко коллеги, председатель областного яблока и председатель московского яблока. Но проблемы в Подмосковье мне известны непосредственно. Я неоднократно принимал участие в различных действиях по борьбе с незаконной застройкой, с вырубками не только химгинского леса, но и многих других частей Подмосковья. Это и лесозащитная полоса Москвы, и другие зеленые массивы. Поэтому я считаю, что это чрезвычайно актуальная тема сегодня для обсуждения. И вообще-то такое начинание очень важное. Все-таки мобилизовать общественность Московской области на противодействие наиболее одиозным инициативам властей. И выработать какие-то подходы по изменению законодательства. Вот поэтому я несколько слов скажу. Порядка такое приветствие. Как я вот вижу отдельные проблемы. Я не житель Московской области, поэтому я не так плотно занимаюсь именно московскими областными проблемами. Но тем не менее, то, что мне встречалось в Московской области, вот те случаи, которые, когда жители просили меня принять участие в их борьбе, все-таки подсказывают некоторые соображения, что происходит и что необходимо изменить в этой ситуации. Я буду говорить, конечно, в первую очередь о градостроительном планировании, о стройках. То есть из всего того набора тем, которые перечислил Александр, мне ближе не на это. Я на ней вот и остановлюсь. Во-первых, есть такая, есть вообще фундаментальная проблема управленческая, связанная не только с градостроительством, но и множеством других вопросов. Это проблема такого двоевластия, которое неизбежно имеет место в московском регионе. Это власть московская, власть областная в первую очередь. К ним еще добавляется руководство других безлежащих регионов, но они в меньшей степени влияют. А вот здесь, если мы говорим о градостроительном планировании, проблема есть. Очень большая. Я, честно говоря, не знаю, как она сейчас решается, но я помню времена Лужкова и Громова, она никак не решалась вообще в принципе. Была просто конфронтация, и каждый проводил такую политику, которую считал нужным. В результате на стыке области и Москвы проблемы не то что не решались, а усугублялись и загонялись вглубь. Сейчас такого конфликта нет, очевидно, но в то же время я не вижу большого продвижения с точки зрения какой-то операции, займутся согласованием, каких-то позиций. Совершенно не очевидно, что согласование должно быть. Потому что когда правительство Москвы планирует борьбу с пробками, с решением тех или иных транспортных проблем, развязки тех или иных транспортных тупиков на границах в пределах МКАДа и так далее, то невозможно всем этим заниматься без какого-то согласования с градостроенных планов. Можно сколько угодно бороться с пробками, допустим, на Ярославском шоссе, но если город Королев принимает такой вот градостроительный свой, вернее, генеральный план, как он пытался принять несколько лет назад, когда жители там сбунтовались, вот я участвовал в этом митинге, то, ну не знаю, даже на 50% замысел правительства Москвы вряд ли будет реализован. Это будет просто невозможно. Там застроить всю Ярославку, грубо говоря, не вдаваясь в подробности, перекроют все въезды-выезды вокруг в разные стороны стройками бесконечными, коммерческим жильем и так далее. И все, и планируя, не планируя там развязки, и все это будет абсолютно бессмысленно. Вот, поэтому такая проблема есть. Мы в свое время предлагали создание такой трехсторонней комиссии по московскому региону, в которую входит Москва, входит в Московскую область, естественно, представители администрации, ну, возможно, депутатов тоже, и представители федерального центра. И какие-то крупные вопросы общие они решают, вплоть до того, что они готовят поправки в законы федеральные, которые вот как-то ориентированы на гармонизацию отношений Москвы и области. Ну, эти предложения мы выдвигали, но они, по-моему, пока никакого ухода не получили. Но рано или поздно все равно, если мы серьезно будем заниматься, не так, как сейчас власть занимается многими вопросами, просто халтурно и делает вид, имитация борной деятельности. Но если она будет серьезно, планирует решать какие-то важные, крупные вопросы, в том числе вопрос пробок и так далее, транспортного коллапса, неизбежно придется что-то такое создавать. В каком виде это может функционировать, не знаю. Но в каком-то виде должно функционировать вот такое трехстороннее образование. Это первое, что я хотел сказать. Вот первый блок проблем коснулся. Второй блок проблем связан, конечно, с законностью строительства и с ответственностью лиц, принимающих решения о застройках, о строительстве всяких объектов и так далее. Я, как практик этого вопроса, по Москве могу сказать достаточно откровенно. При всем том частом беспределе, который в Москве творится при реализации градостроительных проектов, все-таки уровень беспредела, вот на тот период, когда этим активно занимался, по крайней мере, все равно на порядок вышел в области. Вот такого, во-первых, уровень законодательного регулирования субъектом федерации этих вопросов на порядок ниже в области и законодательства на порядок хуже. В нем и огромное количество дыр и пробелов всевозможных и невозможностей ничего решить в этом отношении. А во-вторых, поведение самих чиновников. В Москве все-таки вот иногда с таким откровенным криминалом, с которым приходится иметь в области, ну, в общем-то, и не встречаешься, да. Я тогда это формулировал так, что на низовом уровне чиновнича друг в Москве, это управы, и префектуры в области, соответственно, это районы. Все-таки вот на этом уровне, если проблема Москвы – это коррупция, то проблема области – это криминал, просто откровенно. И, кстати, потом, когда я занимался новой Москвой, когда ее только присоединили, вот тогда опять с этим сам столкнулся уже в Москве теперь. Просто потому, что по наследству перешла эта самая новая Москва. Ну, и это уже вопросы правоохранительных органов. Это вопросы, ну, в том числе, и, конечно, областного руководства. Если оно это будет все терпеть, то далеко в решении каких бы то ни было проблем в области оно не продвинется. Ну, когда откровенно, например, застраиваются там природоохранные зоны или целые водоемы, огораживаются под строительство, причем как в Жуковском, например, где мы участвовали вместе с Александром, ездили, когда просто по-многому человек, обладающий статусом депутатского, областного депутата, строит завод. Вот, да, я, конечно, фамилию забыл. Спасибо за подсказку. Я просто вспоминаю вот то, что... Почему сам был свидетелем? При этом он еще и расширяет, значит, там никакие не соблюдаются экологические нормы. При этом еще абсолютно незаконно рядом строить гостиницу для мигрантов. И это было подтверждено нашими запросами, ответы были, что абсолютно незаконно и так далее. И наши обращения, не только наши, и в первую очередь, конечно, жителей, остаются абсолютно без какого-то-небого ответа со стороны губернатора, уже нового. Ну, это просто... И никто никак вообще ничего не... Вот такого действительно в Москве уже нет. Ну, в Москве такого уже не допускают. В таком откровенном виде. А у вас, к сожалению, вот это такая практика. И здесь это вопрос, который может решить, конечно, только государство. Только наличие, как на федеральном уровне, так и на уровне... На уровне области. А как они, как они решаются? Вот когда было обострение ситуации в Химках, я беседовал с некоторыми федеральными чиновниками, встречался даже специально, говорит, ну что, вот Химки, это такой у нас криминальный анклав, и мы с этим ничего не можем сделать. Вот там свои кланы, вот они такие вот мощные, у них такие связи, что, ну, ничего невозможно сделать. Причем речь на не только о проблеме, это самое, трассы, которые уже построили там, а и других тоже проблем. Ну, с другой стороны, куда ни ткни, как получается, вот такие зоны контролируемых клапанов на территории Подмосковья. И если не будет какая-то серьезная деятельность под контролем первого лица государства, ну, или как минимум первого лица области, проведена по зачистке этого криминала, то можно забыть о решении вообще каких бы то ни было проблем. Ну, чем-то другим заняться, более продуктивно. И третий пласт вопросов, который я хотел затронуть, он связан с этим вторым, предыдущим. Если говорить о градостроительной деятельности, конечно, это вопрос общественного контроля. В этом самом общественном контроле законодательством предусмотрена наиболее серьезная форма. Это публично слушали. Опять-таки могу сказать, что здесь в Московской области ситуация гораздо хуже, чем в Москве. Есть объективная одна причина какого положения вещей. Это федеральное законодательство. Как известно, оно наделяет Москву и Санкт-Петербург право изъятие в свою пользу в части вопросов местного значения и сокращения, по-моему, очень местного самоправления. Мы к этому относимся очень плохо и критиковали за это федеральное законодательство. Но в данном отношении по вопросу публичных слушаний это провесло большое благо для Москвы. Благо заключается в том, что все-таки существует московский закон региональный о проведении публичного... Он называется Герностроительный кодекс, но там есть глава проведения публичных слушаний. И когда я был депутатом Мосгордумы, нашей фракции Мосгордумы удалось серьезно повлиять на содержание этих статей, вот статья 68-я, и прописать такую процедуру публичных слушаний, которая делает их осмысленным инструментом в руках именно граждан, жителей, именно тех, на кого обрушиваются со всей своей яростью вот эти все городостроительные проекты. Несмотря на то, что все наши предложения не были приняты, тем не менее, то, что было принято и сейчас до сих пор позволяет осуществлять контроль. Буквально вот вчера, вчера прямо, мы воспользовались нормами этого закона, и нам удалось отменить в Москве слушание по схеме теплоснабжения до 2030 года. Мы хотели тихаря и очень быстренько пропихнуть, хотя затрагиваются огромные так сказать ресурсы, денежные, какие угодно, интересы, представляете себе схему теплоснабжения такого огромного города. И благодаря этим законам, которые есть в Москве, нам удалось это остановить. Они поняли, что допущена такая масса нарушений, что уже невозможно будет это дальше вот так двигать. И будет нормальное обсуждение, будут привлечения экспертов, значит, будет обсуждение с депутатами муниципальными, что очень важно. Вот всего этого мы добились. Но если бы мы этим пытались заняться, например, в Московской области, такой же нам бы выкатили в Московской области, ничего бы мы сделать не смогли вообще. Почему? Потому что регулирование опущено этого вопроса по порядку проведения публичных слушаний на самом нижнем муниципальном уровне. Как там обстоит дело, вы лучше знаете. Я что-то сильно сомневаюсь, что много из таких муниципальных образований в Московской области, где появятся цивилизованные нормы проведения публичных слушаний. А когда просто написано «Вы обязаны провести публичные слушания», это значит не написано ничего. Потому что все знают, как они будут проходить. Соберут сотрудников районной администрации или городской. вот напишут даже, что вы провели там где-то в газете, что предупредили. И все, они все решат, все одобрят, потом скажут «Все, публичные слушания состоялись». Вот в Москве сейчас это тяжелее гораздо делать, потому что есть процедура. Как обойти можно эту ситуацию, как ее разрешить с моей точки зрения? Но есть в Московской области закон об общественном контроле, в котором написано, что в частности, что по по ряду проектов нормативных актов проводится именно публичное слушание. Это вопросы городостроительства, землепользования, застройки и так далее. Кстати, тема землепользования я ее пропустил. Колоссальная проблема Московской области, вот исходя из моего личного опыта, потому что тут коррупция процветает, просто совершенно невероятная, по вопросу выделения земельных участков подстроительства, по вопросу перевода земель из одних категорий в другие, с целью передачи подстроительства и так далее. Ну, про все не скажешь, но опять-таки, если публичное слушание нормальное, хотя бы, ну, хотя бы в том виде, в котором в Москве они сейчас устанут, это уже некоторое противодействие, противоядие, довольно серьезное. Вот, поэтому, как мне кажется, общественности вообще на этом внимании, на этом вопросе акцентируют максимальное внимание, как добиться хотя бы в каком-то вот минимальном виде прописать все, да, я заканчиваю, да, извиняюсь, перебрал, перебрал, вот, хотя бы минимально прописать и это можно сделать как раз вот в этом законе об общественном он называется так, об отдельных вопросах осуществления общественного контроля в Московской области статья 19 раз уж там предусмотрены публичные слушания, то это значит, что можно предусмотреть и процедуру, то есть там надо добавить просто раздел или два абзаца минимум, ну, два абзаца слишком мало, но раздел порядок проведения вот этих публичных слушаний в порядке осуществления общественного контроля и там прописать строго нормы оповещения, что должно быть в таких-то СМИ и так далее, за столько-то дней, тогда-то рассылается проект, тогда-то проводится экспертное обсуждение, а не просто люди собрались, которые смутно представляют себе предмет и поговорили это не слушать и так далее. Вот как мне кажется, если бы московская я вот и все, кто здесь участвует, мы объединились для решения этой проблемы, довольно-таки очень серьезно продвинутся с целью наведения порядка в этих вопросах московской области. Спасибо, извиняюсь, что затянул. уважаемые коллеги, для того, чтобы у нас с вами работа пошла более такая динамичная, предлагаю рекламу принять 5-7 минут для выступающего и там 3 минуты на вопросы нормально будет. И сейчас вот хотелось предложить выступить Егору Мулееву, научному сотруднику института экономики транспорта и транспортной политики. Где-то здесь еще хотел спросить, а с проекта в Московской области никого нету. Я тут справился в Московской области. Потом тут приглашали, но они проигнорировали. Здесь наши коллеги. Здравствуйте всем. Вы представили наверное институт экономики транспорта и транспорта и политики с слишком длинным названием, Фамилия Блинкин знают все. В общем, если кратко, то есть его института. Я начну наверное немножко абстрактно и потом потихонечку скачу с каким-то конкретным примером связанным с Московской области. У меня тут обозначено выступление под названием «Сценарий развития транспортной системы Московского региона». Собственно я и хотел поговорить о сценариях. То есть когда мы говорим о сценариях на одно место начинается с того, как вообще понимается функция транспорта в вопросе например экономического развития. И на это есть такой массивный ответ в течение последних 50 лет вся методология транспортных исследований развивалась по пути точных наук. При правительствах работали армии различных специалистов не инженерных специальностей экономисты, экологи и прочее возникли возникли в итоге даже такой концепт как транспортная наука. Возникает такой концепт как транспортная наука связанный с тем, что сильно развивалась сильными темпами математической теории транспортного потока и любые какие-либо решения в области транспорта стали возможными для того, чтобы быть рационально общепленными. То есть серьезный аппарат точных наук использовался для того, чтобы обосновать по сути любое решение. И по сути это дело было поставлено на широкую ногу и развивается так до сих пор. Социальные науки к этим вещам, к транспорту в частности уделяли довольно мало внимания и по сути стали заниматься проблематикой лишь последние 20 лет. И это обнаружило довольно занимательные подробности. С одной стороны исследования показали, что одними экономическими форматами исследований описать нужность или ненужность в транспорте проектов довольно сложно, этого мало. Оказалось, что транспорт очень важен для того, чтобы получать хорошее образование, для того, чтобы получить доступ к медицинским услугам, для того, чтобы был выбор места работы и тому подобное. А с другой стороны вот это внимание социальных наук обнаружило другую занимательную деталь, что далеко не все проекты, несмотря на то, что они были рационально обоснованы, были нужны, поскольку зачастую во-первых, прогнозы расходились с реальностью, а во-вторых, выяснилось, что влияние элит, которые каким-то образом имели интересы в этой отрасли, оказывались важнее, чем насущная потребность, что ли. То есть зачастую научные обновленно обоснованные результаты подтягивались под готовые уже решения. Вот такая возникла занимательная ситуация к началу 21 век, когда с одной стороны есть довольно такая серьезная критика социальных наук, а с другой стороны как бы научный конвейер поставлен на широкую ногу, и что делать дальше, как все это менять, остается непонятным. Когда мы переходим к теме России, у нас есть такая штука, как технико-экономическое обоснование, но его научная ценность, ну, скажем так, недостойное тиражирование, что ли, потому что существует масса примеров, когда, опять же, прогнозы расходились с реальностью. В то же время существуют определенные проблемы с состоянием, индивидуальным состоянием отрасли, когда, ну, специалистов отрасли, когда их мнение, по сути, не востребовано со стороны предпринимающих решений. И там примеры связаны, допустим, с Сочинской олимпиадой, с Платоном, с тем же самым, с платными дорогами и тому подобное, показывают, что просто какие-то деньги не тратятся, а эффекта какого планировалось, как бы и нет. Сейчас вот были довольно сильные, ну, в последние пару лет потали вокруг Красных и Железных Дорог, и там, в общем-то, к консенсусу не пришли, но есть цифра в 2000 человек в день, что кажется многим специалистам довольно высоким расчетом. Далее следует отметить, что существует масса примеров, даже связанные с моей деятельностью, когда я вижу, что зачастую вот эти вот решения, которые приняты уже заранее, на них нужно поднимать какое-то научно обоснованное описание, что ли, расчет. Если открыть, допустим, какую-нибудь конкурсную документацию, связанную с тем, что нужно допустим обосновать тарифы Большеглуза, не ставится вопрос, нужен ли тариф Большеглуза или не нужен какой-то запорец, ставится вопрос, что нужно его научно обосновать, решение принято, а вы извольте и что-нибудь сделайте. Эту тему с примера можно положать дальше, времени немного, поэтому резюмировать хочу как по сути, учитывая, что у нас нету такого поведения, связанного с интеллектуальным развитием отрасли, когда существует масса специалистов, развиваются какие-то методики, используются новые технологии в расчетах и тому подобное, и отсутствует как таковой диалог между специалистами, возникает ситуация, когда не существует представления о том, зачем нам вообще обратно деньги в транспорт, какой эффект мы от всего этого получим, и в итоге получаются такие эффекты, что ли, когда об эффективности той или иной мира, мы считаем, допустим, как сплаты парковки было в Москве, скорость увеличилась на 13%, и все. Какой эффект от всего этого в дальнейшем остается непонятным, и поэтому не существует никакого дискуссий на эту тему. То есть процесс такой двоякий, с одной стороны есть слабость специалистов, которые занимаются научными методами и тому подобное, с другой стороны отсутствует спрос, но спрос не в том пути, что они хотят платить таких исследований. Суть в том, что никакие исследования по сути не нужны для того, чтобы принимать решения какие-либо в транспорте. И вот если, допустим, прийти к примеру с Москвой, с Московской областью, то здесь уместно, наверное, смотреть не СТП, схемы директорального планирования и генпланы городов, а посмотреть, что было сделано уже. И если вкратце описать, то это в основном дороги и электрички. В Московской области например, есть уникальные вообще показатели для всей страны. Это нормативное 80% от всей протяженности дорог отвечает нормативным требованиям. Такого нет практически ни в каком регионе страны. В то же время была принята программа и что там реализовано связанное с строительством всяких противопроводов, эстакад, каких-то новых смыщек и тому подобное. Но там все так помилочно, но в целом набегало довольно прилично. В отношении электричек развитие еще более серьезное. Были построены там дополнительные главные пути, введены новые сервисы, тот же самый экспресс. в том, что сначала казалось бы, что Аэроэкспресс запускался в угоду по тёжеспособному сегменту, а сейчас тенденция такая, что обычные зеленые электрички начинают заменяться нормальные поезда. Вот с ППК уже, по-моему, идет порядка 40 поездов. Ну это, конечно, немного, но уже хорошо. И возникает такая ситуация. Вот мы наблюдаем, у нас есть дороги, у нас есть железные дороги, асфальтированные дороги. И, по сути, вот он приоритет транспортной политики, на что тратится деньги, больше имеют. То есть, оно так определяется. Но, если, допустим, двигаться чуть дальше и попробовать подумать на тему того, что... Так, момент. Сейчас, секунду. Каким образом это все определилось в итоге? Почему потратить деньги именно на это, а не на то? Возникает ситуация, что приоритеты диктуют проблемы. То есть, у нас есть проблемы с пробкой, мы расширяем дорогу, у нас вот есть переезд через железную дорогу, и у него вытягиваются большие хвосты, нужно построить пятипровод. У нас слишком много людей набиваются электрички, мы построим дополнительные пути. И все. Как бы связательные повестки, такой вот, чтобы мы понимали, вот у нас есть экономика региона, вот она так вот работает, у нас есть транспорт, они в другом каким-то образом связаны, и из этого мы выводим какую-то связательную повестку. Этого, к сожалению, нет. Судя по всему, с существующими тенденциями в экономике страны едва ли стоит ожидать каких-то проявленных скрижек, в том, что транспортные инфраструктуры начнут развиваться в Стахановске метэмпе, скорее, это уже в прошлом. Едва ли стоит этого ожидать. И возникает такой момент, что такая, получается, краткосрочная перспектива, во-первых, и, во-вторых, отсутствие какого-то планового подхода к вопросу территориального развития и транспортного планирования, в частности. И получается, что транспорт выполняет как функцию догоняющую. У нас есть какая-то проблема, мы потом уже как-то с транспортным решим. И там многочисленные примеры, когда строят микрорайон по 30 тысяч человек и быть в поле, а потом начинают думать, а как же эти люди оттуда будут поезжать. Этот вопрос не решен, он уже навяз в зубах, но, на мой взгляд, пока что особых движек единственный, наверное, легальный способ преодолеть эту тенденцию связанно как раз таки с тем, зачем вы сегодня здесь собрались, с тем, что будут организованы какие-то не забыли, что ли, ячейки, какие-то активности, инициативы, требования, которые приведут к положительным изменениям. Спасибо. Вопросы есть? Кто-то хочет? Вопрос задать. Травкий вопрос. Да, пожалуйста. По транспорту как раз расскажите в двух словах угроза или благо НТК по югу запланировано международный транспортный коридор. У нас в муниципалитете, который находится в Супинском районе сельское поселение Семеновска, в Генплане, он проходит через наше поселение и соседние. Скажите, это угроза или это благо? Известно ли вам об этом плане? Насколько мне известно, подобные планы глобальные, мощные коридоры связаны с потоком возрастом людей с селья на юг, они в основном стоят на бумаге. И план в основном носит локальный характер. Как я говорил, построить путерброд, завязку какую-нибудь сделать, прокол под железной дорогой. Поэтому, не знаю, я бы, наверное, не беспокоился в нашем месте. Мне кажется, до этого руки не дали туза. Ну, а в целом перспективно-стратегически это все-таки благо или угроза? Это, я так понял, чтобы всем было понятно, от Пекина в Европу, через Московский Лос. Хотя, есть альтернативы, допустим, через Тульскую область, а через не через Московскую, пустить этот РТК. Но у нас в генеральном плане он за лошадь. Вам специалисты, наверное, по плану расскажут, что с ним делать, чем его взят и что так получается. Есть еще вопрос? Да, пожалуйста. Владимир Палагин, Монина. Мой вопрос имеет глобальное значение. Вот мы думаем как-то сворачивать с этого тупикового пути, когда одной рукой развиваем инфраструктуру транспортную в Казахстане, а другой рукой губим это же самое, потому что строим преимущество не предприятия, а новые спальные районы. И в результате у нас ежедневно черночная миграция только усиливается, не сохраняется. Понимаете, коллапс транспортной системы становится таким перманентным, мы от него не избавимся. Надо как-то вот это дело тоже законодательно отрегулировать, строить новые массивные жилищные комплексы только при условии достаточной обеспеченности рабочими местами. Чтобы не было такой демиссии, как у нас можно, когда строят несколько раз больше жилья, чем вообще рабочие места создают при этом. Да это не только у вас, это по всей мусору. Спасибо, спасибо. пространство информации, ГУД, НОО, НИИ и Городостроительство. Пожалуйста. Добрый день. Я коротко отвечу про коридор. Все-таки этот скат, то, о чем вы говорите, нет, этот скат. То, о чем вы говорите, этот скат. собственно говоря, это дорога, которая скат. МТК южнее проходит. Скат. Нет, ничего южнее не проходит. Южнее проходит в соседней области. Я вам говорю, Пекин, Европа. Скат. Тот, который международный коридор, номер там, то ли 8, то ли 3, я не помню, это скат. Ну, в общем, это та фраза, которая у нас называется с вами скат. Ну, что там? Ну, хорошо, пока вот моя презентация готовится, запускается. Я, наверное, тоже с глобальных вопросов начну. Я хотел бы сразу сказать, что наверное, все здесь хотели бы поругать нашу власть. Да, и с СССР уже звучали, собственно говоря, темы о том, что неправильно принимаются решения и так далее, и так далее. Я бы хотел обратить внимание, что, собственно, наша региональная власть здесь вообще ни при чем в том, что происходит в Московской области. Любой чиновник, который попал бы на место губернатора Московской области, потому что он как так пойдет в будущее, он, в общем, является ложником обстоятельства. Заложником обстоятельств централизации, заложником обстоятельств задач, поставленных перед властью региональной. Да, не губернатор Московской области определил 15 лет назад, что главной задачей, что главной бедовой российского народа их является нехватка жилья. Не губернатор Московской области поставил задачу строительства одного квадратного метра на нос живого человека в год, с чем Московская область успешно справляется. Не губернатор Московской области поставил, так сказать, утвердил майские указы, с чем губернатор Московской области вынужден справляться, да, и отчитываться. Это первое. Второе, что хотелось бы сказать. Проблемы Москвы и Московской области внутри решить нельзя. Принципиально нельзя решить изнутри. Да, без какой-то воли федеральной, которая определит какие-то стратегические пространственные принципы развития Российской Федерации, да, сегодня у нас принцип один. Все в Москву, кому не хватило места в Москве вдоль Кады, кому не хватило места вдоль Кады, города-миллионники. Все, в общем, кто не успел приехать, с тем, в общем, нам особо не интересны. Но они выживают как умеют. Вот пока будет такое инновационное развитие пространственной инфраструктуры, если вы очень хорошо часто говорят про агломерацию московскую, возможно, вы знаете, Минрегион в Российской Федерации было какие-то программы агломерации, были выбраны 17 пилотах агломерации, после этого Минрегион приказал долго жить, ну и так далее, и так далее. Так вот, московская агломерация в тех 17-ти агломерациях не было. Московская агломерация Минрегион сторонился совершенно сознательно, потому что решать проблему московской агломерации с уровня начальника департамента министерства, в прошлом Минрегион, в этом настоящем Минэкономразвитии, да, ну понятно, что ну это не тот уровень, да, и вопросы московской агломерации не решаются, и пока в общем не видно, что вы не решались. Будет презентация, да, или? Вот, ну и третья часть вступления, которую я хотел бы сказать без картинок пока, это то, что решение проблем, которые накапливаются в московской области на протяжении последних 15-20 лет будет очень тяжелым, пострадают все, без вариантов, но есть на самом деле два направления решения этих проблем, да, когда сильно пострадает ограниченное количество людей, условно говоря, вот там у нас все здесь нам раздали, там вот очередное напоминание о стрелке гергензе, да, либо второй вариант, когда чуть-чуть пострадают большая количество людей. К сожалению, других вариантов я сегодня не вижу, чуть-чуть пострадает, это значит, вот, когда звучат это зал вопроса, благо или хорошо, да, любое решение, вот, любое решение в большей части московской области, которые направлены на преодоление сложившейся ситуации, это будет во вред каждому конкретному жителю. Это такая история, как в Москве сегодня с Лексутовым. Все, что делает Лексутов, вредит нам с вами, автомобилистам, нам, с вами, жителей. Но это очень сильно помогает городу Москве. И в перспективе наши с вами правнуки это очень даже оценит. А мы в московской области на самом деле единственное, что может помочь, это вот такой реформатор-самоубийца, который проведет ряд крайне непопулярных реформ, а в каком направлении это нужно думать, чтобы, собственно, избежать того самого первого кровавого пути, который, конечно, нам совсем никому не хочется, чтобы такой путь. Так, я надеюсь, что-то у нас не получается с презентацией. Хорошо, буду рассказывать дальше по памяти, но все-таки, конечно, хорошо посмотреть картинки. Значит, что, собственно, для московской области сегодня из себя представляет? До 2000-х годов, условно, да, московская область, в общем, население московской области снижалась. И на карте культурных годов вы еще можете найти обозначение нежилых населенных пунктов в Одинцовском районе, это не шутка. Да, там действительно сельское хозяйство упало, собственно, сельские населенные пункты не развивались, вся аггломерация жила только электричкой, соответственно, ездить в Москву можно было только, если ты живешь где-то возле станции, да, то есть, транспортов не так много было у людей. Вся вот эта вот история, которая сегодня нас догнала всех, да, она начинается с после кризиса, того, 98-го, года, когда работа и была высказана самая идея, что ребята, стройка спасет, что нашим жителям это уже не природу нужна совсем, не еда, не учеба, не здоровье, квадратных метров ему не хватает. И где-то начиная с 2005-го года с по 2008-й был гигантский рост стройки в Московской области. Как раз на 2007-й год, если я не ошибаюсь, пришелся рекорд, когда Московская область обогнала по-миному строительству жилья город Москву и с тех пор город Москва далеко позади и в общем-то никакие рекорды не претендуют. Тут есть очень интересная вещь. По нашим исследованию рост численности населения отлично. Сейчас я тогда сразу выept кто следующий следующее я сказал это можно пропустить ну собственно вот и картинки да на левом слайде это темпы роста численности населения красный это размер кружочка и красный цвет это прирост населения это не размер вы видите что прирост населения большин красный кружочек это большие темпы больший тип проц Nissan Да, и синякие кружочки, большие синякие кружочки – это падение. Справа внизу – это по муниципальным образованиям прирост населения. Вы видите, что достаточно разнообразный такой прирост населения. Я сразу скажу, что вот эти вот странные пятна вдоль нашей новой Москвы – это такие административные преобразования, то есть это перевод жителей военных частей в население. То есть они у нас не учитываются обычно как граждане. А вот тут их раз и стали учитывать. И там сельские поселения в Чеховском районе сразу прибавили по 10-12 тысяч. То есть это не совсем то, что есть. Следующий вопрос. Вот очень важный слайд. Значит, слева на графиках – это темпы прироста по пятилеткам для разных типов городов. Красный, бордовый – это крупные города первого пояса. Химки, Малашиха, Красногорск и так далее. Рядом с ним такой темно-синий – это районы в целом, городские округа первого пояса. Ну и дальше там, значит, районы и городские округа второго пояса, крупные города второго пояса и остальные крупные города. Крайний правый кусочек, да? И вот как растут первый график справа вверху – это как растут у нас темпы ближнего пояса. Красный – это города. Города стремительно начинают расти, то есть они не росли. Ничего особенного у него, вот видите, да, до 2004 года не растут. Нормальный рост численности населения. Какие-то там 0,2, да, 0,2 процентов в год. И вдруг выстреливает. Еще раз, выстреливает через 2-3 года после того, как в отчетности появилась стройка. Население для того, чтобы прибавиться и заполнить построенное прибороть, достаточно нужно 2-3 года. То есть если мы с вами сегодня, завтра, с 1 июля, ведем мораторий на выдачу разрешений на строительство, уже построенное сегодня и уже выданное разрешение позволит разместить у нас в московской области еще 1,5-2 миллиона человек. Свободно, с обеспечностью 30 квадратных рублей. Потому что у нас сейчас не заполнено порядка 20 миллионов жилья, и разрешения выданы уже сейчас еще на 20 миллионов. И вот еще очень интересный, ну, средний пояс растет нормально, нормально, так средний пояс растет и растет. Вот очень интересная история с городами внешнего пояса. У нас есть прекрасные города Коломна, Сергей Пасад, Серпух, Кашира. Ну, много прекрасных исторических городов, с отличной средой, с обеспеченностью, школами, детскими садами, с роскошной индустрией, которая была во времена ООНа, да? Смотрите, какая история. Вот они начинают расти, вот в 2004-2009 год, а потом темпы их падают. Те, кто мог приехать в московскую область и поселиться в этих городах, в результате большой строки в первом поясе, поселились в первом поясе, да, они могли бы дать импульс вот этим городам, а они дали импульс Москве. Следующее, если можно. Так, представляете, я долго еще могу говорить, честное слово, и вот вы мне скажите. А уже сказали, 7 минут. Прошло уже давно. Давайте я покороче. Значит, слева эту штуку буду смотреть. Плотность сельского населения. Ну, такая карта, в общем, показывает, что плотность сельского населения у нас достаточно равномерна, поближе, поплотнее. Имейте в виду только, что, собственно говоря, сельское хозяйство у нас здесь, здесь и здесь. Да, здесь нет, здесь сельского хозяйства нет, здесь сельского хозяйства тоже практически, ну, мало, да, потому что там лес, вот. И, собственно говоря, плотность сельского населения с сельским хозяйством, так, не особо привлекают. Это замечательная карта, это очень оценочная карта отношения временного населения к постоянному. Красная – это там, где временное население превышает постоянное в три раза. Временное, то есть дачники, да, в три раза больше. Есть у нас несколько, вот, достаточно много поселений, где временное население, количество дачников превышает количество постоянного населения в десять раз. Есть такие вот, да. Зеленое – это там, где постоянное население превышает временное население. Вы видите, что временного населения у нас как раз очень много оказалось на востоке. Следующий, пожалуйста. Население мы закончили, пошли. Жилищное строительство. Ну, здесь, собственно, вот какие графики. Вот тот правый верхний график, он открывается в 2012 году. Вот это вот все, как это, клюнуло вниз, это все очень понятно. Это, как это, изъяли из Московской области те миллион с каким-то, ну, не миллион, но, в общем, ну, около миллиона жилья, введенного, ну, то, что передали в Новой Москве, да, то есть это, опять же, технический сбой. Дальше там все идет обратно вверх. На самом деле, через год вообще отряд не заметил потери бойца, восстановилась жилищная строительство элементарно. Вот здесь эта разница между строительством и ЖЭСом, но в квартирном доме, да. Там, смотрите, в 2007 году и ЖЭС было порядка 40-45%. Поэтому в 2015 году 17%, 17% в ЖЭС. Вот этот вот клевок, синий, это МКД, это наши прошлогодние прогнозы, прогнозы где-то в начале прошлого года о том, что в 2015 кризис должно упасть. Не упало, упадет в этом году. Следующий. Значит, вот строительство многоквартирного жилья, да, в квадратных метрах за период 2009-2014 год, деленный на население 2009 года. Да? Вот мы видим, где строятся квадратные метры. Следующий. А у прирост жилья на, как сказать, уже деленный на население последние, да. То есть, если вот мы видим, где оно на самом деле построилось, но то, что построилось в центральной части, оно вообще никак не повлияло на жителей этой центральной части. Все же, история московская, все, что построено в центральной части, все, собственно говоря, использовано не жителями московской области, да, а мигрантами. Тут тоже очень интересная история о том, а где собственный прирост и самый большой прирост. Это вообще очень интересная история. У нас фантастическая обеспеченность вот в этих самых хороших территориях. Понятно, что в самых удачных территориях московской области это запад. Понятно, что это индивидуальное жилищное строительство. Понятно, что это в основном временное жилье, там люди не прописаны. То есть, там обеспеченность, я потом назову цифры, они весьма фантастические. Так, можно следующий, чтобы я не очень задерживал. Так, рабочие места. Сверху это абсолютное количество рабочих мест. Тоже вот по тем самым 5 группам городов. Да, но, к сожалению, у нас нет промежуточных данных. 2005-2013 год. Справа это относительное количество рабочих мест в штуках на тысячу населения. То есть, вот где-то 3. То есть, сейчас у нас 300-350 рабочих мест на тысячу населения. Опять же, мы с вами понимаем, что это официальные рабочие места. Понятно, что это не все оставшиеся люди требуют рабочих мест. Но, тем не менее, обеспеченность рабочих местами снижается. Следующий вопрос. Ну, это просто иллюстрация, это инвестиции на душу населения. Просто показывает, что достаточно разнообразная картина по инвестициям. Дальше. Так, это просто картинки по тем самым дефицитам. Я не буду долго объяснять, да? Красные – это нехватка школ, детских садов и т.д. Физкультурно-оздоровительных. Зеленые – это избыток того же самого. Самая большая беда с фоками, потому что у нас сумасшедший норматив по обеспеченности спортивными площадками. Он нереальный, он ненормальный. Его надо пересматривать, но не получается. Следующий. Переходим, собственно говоря, к сценарию. Разрабатывается стратегия социально-экономического развития в Московской области. Вот это вот схема и стратегия, которая обсуждалась. Я, честно говоря, не знаю статус ее в настоящее время. Она обсуждалась, она делалась в прошлом году. Хорошо, что ее разработчики как-то с нами советовались. Насколько они приняли наши советы, учли или не учли, я не знаю. Тем не менее, есть такая стратегия. Следующий, пожалуйста, слайд. И в стратегии есть такой перечень инвестиционных проектов, предложенных. И мы положили этот перечень на карту. Если мы снимаем это на карту, то никакой системы вообще мы не наблюдаем за нами. На самом деле, это не стратегия Московской области, а стратегия инвесторов, которая есть в Московской области. Да, то есть вот у меня есть поле, я хочу поле поставить, заводик ставить. Инвестиции есть? Неси. А может быть надо подвинуться? А может быть надо поближе к транспортным узлам? А может быть в этом поле не стоит, потому что рядом дачи сельские населенные. И вообще, как бы там транспортные потоки, фуры поедут через деревню, да? Ничего, поедут эти. И эти ситуации уже в Московской области множатся. И на самом деле, та правильная идея администрации области, власти области, о том, что сейчас все силы надо бросить на развитие индустрии, развитие рабочих мест, она может нас через 5 лет привести к тому, что у нас точно так же, как последние 10 лет, везде строится жилье. Будет сейчас везде строиться рабочие места. И в результате... Приедут больше. Вот, поехали дальше. Собственно говоря, теперь наши фантазии. Приоритеты, модели, сценарии. Мы фантазировали, поехали дальше. Покажу. Собственно говоря, сценарий три. Инерционный, коррекционный, кардинальный. Инерционный сейчас фактически. Инерционный — это решение проблем. Все проблемы в Московской области в центральной части. Мы решаем эти проблемы. Мы строим там больше детских садов. Мы строим там больше дорог. Мы строим там больше столянок. Мы строим там больше рабочих мест. Сюда приезжает еще больше народу и так далее, и так далее. Коррекционный сценарий. У нас есть несколько знаковых проектов. Этот СКАД — знаковые проекты транспорта. И это хорошо. И мы сосредотачиваем нашу активность инвестиционную. По мере возможности, вокруг этих транспортных проектов. Этот СКАД, этот новый внеуличный транспорт и так далее. И кардинальный сценарий. Реалитет реализации скрытого потенциала внешнего пояса. Тех самых городов, которые я называл. Это связка между Москвой и соседними областями и так далее, и так далее. То есть, условно, это вообще полная фантазия. Условно говоря, мы создаем новый мощный город на 2 миллиона человек, который далеко от Москвы и может ее уравновесить. Дальше. Очень коротко просто покажу, что вот они просчитаны. Сценарий, да, в каждом следующем сценарии у нас уменьшается количество квартирного жилья, увеличивается количество индивидуального жилья. Но на самом деле, по одной простой причине, но квартирное жилье не строится для жизни. Это мы с вами все прекрасно знаем, да. На квартирное жилье с площадью, там, 28-23 квадратных метра, да. Ну, это, как это самое, понятно, что... А квартиры для обычной семьи, при нашей обеспечении, с 30 квадратных метров на человека, да, мы говорим, что, друзья, мы должны нормальную семью растить, да. Ну, и где мы можем купить с вами 120 квадратных метров на человека? Ну, допустим, есть семья, 4 человека, у них есть трехкомнатная квартира. Они хотят ее продать и найти четырехкомнатную. Где они найдут четырехкомнатную нормальную? Где у них выбор хороших квартир? Нет выбора хороших квартир, у вас есть выбор однокомнатных, студий и прочих клетушек, в которых, в общем-то, можно жить студентом по течение, там, одного-двух лет. Дальше, пожалуйста. Это можно пролистать, это просто разные. И следующий. Ну, собственно, с вами, да, первая вот модель экстенсивного роста, инновационный сценарий, все у нас растет в центре, и дальше продолжает съеживаться крестики такие синенькие, не знаю, как они смотрятся, но съеживаться. Дальше, следующий. Следующий сценарий, вот мы немножко подправляем вот этот вот первый сценарий, говорим, нет, 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 вот такого сплошного петна нам нельзя допустить, да? Да, ну, клинья зеленые стараемся оставить, да? Клин зеленый, это, естественно, вход и выход Москвы, реки из Москвы, да? Клин зеленый, это у нас север, да? К сожалению, у нас Лосиный остров уже не является зеленым клином, да? И, к огромному сожалению, то, что было новой Москвой, это на самом деле была наименее застроенная часть Московской области, она тоже могла бы быть зеленым клином, но теперь она им не является. И вот, собственно говоря, кардинальный сценарий, да, когда мы в ущерб развития центральной части области развиваем вот такую вот сетевую структуру на базе тех самых комфортных, хороших исторических городов, в которых действительно в некоторых сейчас развивается очень хорошая среда и которые просто знают, не знают о проблемах городов ближних Московской области. И следующий сценарий, он принципиально такой же, но он, как бы, ориентируется не на городскую среду и не на качество жизни, а на экономику. Это немножко ближние города, да, это города, обеспеченные хорошими транспортными связями, это, собственно говоря, и есть индустриальный пояс Московской области, который был создан в 19-м, начале 20-го века, да, у него есть однотоксин, о котором мы все забыли, он фантастически обеспечен ресурсами. Я не делаю ни имплант города, в котором нет недостатка ни в чем, ни в электричестве, ни в газе, ни в канализации, ни в воде, там всего, и все есть резервы, это город Воскресенск. Тем не менее, это самое, в общем, как бы, ну, у всех на устах, да, это город такой самый экологический, один из самых экологических грустных городов. Но с точки зрения развития индустрии, это очень богатый потенциал по обеспеченности ресурсами. И вообще весь вот этот вот юго-восточный пояс, Орехово-Зуево, Воскресенск, Коломна, это сильные, хорошие города. Так что, самое главное, что мне кажется, хотелось бы понять, с чем, собственно, я бороться. Вот было сказано про коррупцию, на самом деле коррупция, ну, понятно, это вещь, с которой бороться надо, ну, как бы, понятно, какими методами. Есть вот такая проблема, которая называется обязательства. Дальше, пожалуйста, объясню. За прошедшие 15 лет было разработано проекты в планировках в Московской области на 111 миллионов квадратных метров. Из них за эти самые прошедшие лет, годы, построено порядка 20. У нас сегодня действующих проектов планировок на 91 миллион квадратных метров. Это документ проекта планировки. Его нельзя просто так взять и выкинуть и сказать, дорогой товарищ, он не действует, мы передумали. Это обязательство. Но это первая часть, мы в Лизонском валят дальше. Но здесь еще одна картинка, как бы вот красное, это то, что реализовано из объемов разработанных, а не красное, это то, что осталось построить. Да, это достаточно новые данные 2015 года. Следующий, пожалуйста, слайд. А вот следующий акт мавризонского балета. Земель, переведенных в земли населенных пунктов, на которые не разработаны проекты планировки, сегодня сотни квадратных километров. Дальше, пожалуйста. Вот как это выглядит в моем любимом городе Каратищи. Город Каратищи – это город на 750 тысяч жителей, да, от Мытищи до Пушкина и вот туда до Щелкова. Это сплошной конгломерат. Вы видите, внутри него зеленых территорий на порядок меньше, чем в Москве. Внутри него нет сельскохозяйственных территорий. Это единый город России. Как бы нам ни хотелось. Это единый город, который входит сегодня в двадцатку крупнейших городов российской федерации. Но мы по-прежнему, нам по-прежнему кажется, что это отдельные там семь, восемь или девять муниципальных образований. Так вот, вот красная – это земля населенных пунктов. Вот земля населенных пунктов. Вот как… Ну тут плохо видно, конечно, да, но это поле. Вот земля населенных пунктов. Вот как это выглядит сегодня. Вот здесь деревня, вот здесь деревня. А это все – вид разрешенного использования – жилищное строительство, друзья. Жилищное строительство – это 120 человек, ну, 100-120 человек на гектар. Мы умножаем километр на гектар. Следующий я покажу просто это как на примере, как это выглядит. Вот я сейчас сделаю комплан, не буду говорить где. Вот цифры. Сегодня 2100 человек, 2076 человек. Ну еще не есть чем-то тысяч дачников, живущих традиционно Хасантер. Ну и поскольку все уже застроено коттеджными поселками, там где-то еще в коттеджных поселках живет еще какое-то количество населения, 3,5 тысячи. Ну 3-5 тысяч человек, сегодня там реальное население. Жилищный фонд 586 тысяч квадратных метров. Обеспеченность жильем, статистическая, около 280 квадратных метров на человек. Ну как бы после этого, да, поскольку у нас целевая цифра 30 или 35, в общем разумно принять решение, что 3 дома из 4 мы должны сломать, чтобы вернуться к целевой цифре, да? Вот так, это официально. Что это значит? Это значит, что сегодня там построено столько уже и введено в строй, что к 2022 году еще, ну в общем, это вполне там может разместиться 15 тысяч человек. Уже все построено. Осталось только продать кому-то. Дальше. Нет, 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 извините, это дальше, я дальше строчек. Это, собственно говоря, последний слайд. С учетом построенных уже коттеджных поселков и малоэтажного жилья, который будет сдаваться в этом в следующем году, с учетом утвержденных проектов планировки, мы можем прибавить еще 22-25 тысяч человек на ближайший год. То есть вы сделали проекты планировки, там 5 или 5 или 6 проектов планировки многоквартирного строительства, оно все маленькое, оно все трехэтажное, а не больше трехэтажей. Примерно 19 тысяч человек, да? То есть население 2025 года у нас уже получается 40-43 тысяч человек. Ну и кроме этого остается вот порядка 180 гектаров тех самых территорий в землях населенных пунктов, которые пока еще не покрыты проектами планировки. И это ведь не просто земли. У этой земли есть владелец. Владелец потратил метро усилия, чтобы перевести земли из поля в населенный пункт. Причем это произошло не вчера. И не сегодня. Это могло быть такие 5 лет назад, и 7 лет назад, да, и 3 года назад. Это его актив. Он за это платит налог. Не очень маленький, да? Этот актив, возможно, заложен в банке по оценке, там, условно говоря, 2014 года. И когда мы сегодня говорим, дорогой друг, ну, нам кажется, что делая на месте сельского поселения из 13 сельских населенных пунктов город на 60 тысяч человек, это как-то не очень правильно? Собственно, или это позволить, позволить? Вот свидетельство о собственности. Там написано. Жилищное строительство с элементами благоустройства и с элементами... Вот у меня документ. Вы можете думать, чего угодно. А я буду здесь строить, потому что у меня к этому есть основание. Соответственно, вот у нас... Что может случиться при хорошем раскладе, когда вдруг наши женщины будут рожать по одному человеку в год? У нас может в этом сельском поселении разместиться про это 60 тысяч человек. И, собственно говоря, половик Московской области, можно так просчитать. Вопрос о том, откуда возьмутся эти люди, я оставлю на обсуждение. Ну, собственно, все. Спасибо. Я еще, конечно, хотел бы сказать про генпланы, но это, наверное, уже отдельная история. Я сейчас уже запутался в количестве муниципальных образований в Московской области, да, потому что они слились тут у нас в начале года. В процессе разработки сейчас около 320 документов территориального планирования. Из них... Ну, около 300, значит, да, потому что часть из них — это схема территориального планирования районов. Соответственно, оставшиеся приняты, утверждены. Да, около 80, по-моему, генпланов утверждено. По-моему, вот как бы так. Скажите, пожалуйста, а полоти Москвы в данный момент сейчас генеральный план может утверждаться. На какой стадии у нас в городе нет, в своем счете мы на отбеге, там, да, да. Ну, вы ответили себе, собственно, на вопрос. Нет, ну, генплана-то нет. Говорят, мы на послескуте у вас. Я, кстати, споралась по полной дороги, приехала по высоту, этот вопрос. По аналогии с ними. А вы как-то, что здесь уже проявляете? Не готовно отличаться. Вот я вам только одно могу сказать. Ситуация меняется каждую неделю, концепция, идея о том, когда будет утверждаться. Ну, вот, меняется, честно сказать. Пожалуйста. Сорокин Максим, город Звеникоров, общественное движение, наш Звеникоров. Насколько я понимаю, вы представитель НИБИ, который разрабатывает все генпланы для всего Москвы, правильно? Я здесь не как представитель НИБИ. Нет, ну вы работаете. Я там работаю, но здесь я не готов. Ваше, вот, ваше, как бы, личное отношение к тому, чего вы сейчас рассказали, что мы вынуждены заканивать захваченную, фактически, процентов 50-80 вот этих земель, которые вы нарисовали, красные, было переведено в города, в ВЖС, в многоквартирную застройку. Фактически незаконно. Сейчас, вот, насколько я знаю, вот, я видел первоначальный проект генплана города Звеникоров, да, который разоскал. Мы видели письмо, которое наш глава администрации направил в НИБИ, состоящее из 83 пунктов. Вот в этих 83 пунктов только звучат фразы «Перевести в ВЖС», «Перевести в многоквартирку», «Вот этот квадратик не занятый ничем», «Закрепить за жилищным строительством», «Вот это вот сделать жилищным строительством». Вот это поле на берегу, подождите, «Перевести в многоквартирную застройку». Вот я вот сейчас слушал, да, вот вашу презентацию, и вот, честно говоря, у меня по вам вопрос, вот даже, как бы, личностно немножко, вот, вы, как специалист, да, по градостроительству, вот так равнодушно относитесь к тому, что вот вы пристали, да, то есть вот эти, да, вот эти, да, все-таки я считаю, что представитель НИБИ должен, как бы, отстаивать позицию такую, что, вот, в 83 пунктов нашего главы письма, я не видел ни одного пункта, закрепить вот эту территорию по промышленности. Ну, как бы, сами относитесь к тому, что вы даже, Паша, вот, презентатор сейчас. Почему, почему вы сейчас разрабатываете генеральные планы, которые фактически узаконят вот этот мандитский захват земель. То есть, если сейчас будут проекты, как же вы жить-то будете, если вы сейчас, если вы сейчас, если вы сейчас, Но если у вас, опять, мое личное отношение, я гордиться этим не могу. Те проекты, которыми я могу гордиться, они не здесь. Почему вы это рисуете? То есть вы предлагаете мне уйти в отставку из института. Я предлагаю вам все-таки занять какую-то более жесткую позицию. От него не зависит от того. Сейчас, давайте я вам объясню свою позицию как профессионал. Я сюда пришел именно потому, что эти вопросы нужно обсуждать. Эти вопросы нельзя обсуждать с позицией, вот все, что было сделано до нас, это все бандитский захват и так далее, и так далее. Друзья, если мы будем стоять на таких позициях, мы никогда с вами не построим правовое государство. То есть для того, чтобы эти позиции, эти вопросы обсуждать, нужно в них квалифицированно разобраться. Я хотел бы помочь. У меня заказчик власти. Я с огромным удовольствием готов работать на другого заказчика. Его нет. Нет, есть еще другой заказчик, вы его знаете. Это ландлорды, да? Я готов работать на другого заказчика. Я готов отдать свою квалификацию другому заказчику. Для этого заказчик должен быть вменяем, понимать, что есть законодательство, ну и, конечно, хотелось бы, чтобы он мог платить деньги. Я по-другому заказчику. Об этом мы все и говорим. По очереди, пожалуйста. Следующий вопрос. Настя Сергеевна Ступина. Александр, уважаемый, спасибо большое за большое информационное сообщение, лекцию. У меня вопрос такой. Вы начали с того, что внутри области проблема социально-экономического области и экономическое развитие не решится. И вот он у меня в связи с этим вопросом. Существует ли стратегия развития, именно сбалансированная, со всеми, как минимум с окружающими областями, да? И со всей страной. В прошлом в истории мы знаем, что программа развития в советское время Дальнего Востока, при Столыпине развивалась тоже программа пересенеца, как и так далее, в других территориях России. Может быть, этим мы и решим, если у нас будет такой стратегический план существовать, эту проблему множества, о которых вы нас проинформировали. И существует ли вы, как специалисты, знаете ли об этом стратегическом плане? Спасибо. Я не знаю таких планов. Простоты и прострашного развития страны, в общем-то, нет. Я боюсь, если ваш план воплотят вы себе нас. Кто здесь живет? На самом деле, я надеюсь, что мы уедем сами. Корный, корный. Еще раз, пожалуйста. Мы работаем. Вогловске, Московское отделение практики «Зеленая Россия». Очень интересное сообщение и нравится ваша позиция в сцену. Во-первых, можно ли ознакомиться с вашей презентацией? Будет ли она в открытом доступе? К сожалению, нет. К сожалению, нет, потому что это наше творчество пока владельское. Ну, хотя бы нескольких специалистов, которые пытаются это показать не только вам, но и власти в том числе тоже. Усеченными тоже? И второй вопрос. Будет ли построен скат после той паузы, которая была? Я не пророк. Репликул. Скат – это кольцо. А я вам говорю о коридоре. Равни весь. Значит, ответ на ваш вопрос. Первое. Сегодня перевести земли под застройку крайне сложно. Правительство Московской области сегодня, да, в общем-то, провозгласило шланг-бал на этом пути. И то, что я показываю, это уже переведенное земли. Официальный путь сегодня практически, то есть под живую застройку сегодня ничего официально не переводит. Я говорю про общие положения. Конечно, всегда нигде существует исключение. Но общая позиция сегодня правительства Московской области стоит в том, что это прекратится. И это, и тут мы делаем генпланы, нам вообще, говорят, ни метро серхоз земли не планируется переводить. Такая позиция есть. Местное население имеет полномочия выступать, участвовать в публичных слушаниях, квалифицированно, с предложениями, и настаивать, в общем, на своих интересах. Ну, а дальше местная власть имеет право услышать местное население или не услышать местное население. Так устроит наш законодательство в настоящий момент. Переводим на УЦА, не имеет право. Разрешите все-таки задать вопрос. Уважаемый докладчик, вы засыпали нас тут цифрами, как рубят в Снеграде, простите. Но я мыслю категориями квартир и домов. Я не понимаю, что такое 9 миллионов 400 квадратных метров застройки. Вы говорите, что из норматив 30, мы стремимся к нормативу 30-35 метров, да, квадратных на человека. Правильно я вас поняла? Ну, для меня всегда была загадка, как будто берутся эти цифры, они в воздухе подвешены, но не... Коллега, поясняю вам, из принципа пол-палец-потолок, но и богу, 3П. Ну, нет, еще из принципа, что строительный комплекс надо поддерживать. Нет, строительный комплекс, это другой вопрос в данном случае, не поддерживает. Почему? Зачем его поддерживать? Он уже всех задушил. Но объясните мне, вот вы привели к примеру, это энный городок, который там чего-то 60 тысяч. Я не понимаю, это сколько квартир, это сколько домов. Понимаете, в вашем докладе это типичное для нас профессионалов. Звучит то, что люди не понимают и не видят объемно. Поэтому я половину из того, что вы сказали, просто не могу себе представить. Что такое еще, пожалуйста, давайте, если вы еще будете вот с нами общаться, то, пожалуйста, как-то вот попрегметнее. Я готов ответить на ваш вопрос очень предметно. У меня сейчас есть исследование по двум городам Российской Федерации, где я как раз исследую вот эту историю с домохозяйствами, несоответствие домохозяйств и квартирного фонда, квартирографии. Так вот, чтобы найти статистику по квартирографии, нужно столько всего облазить. У нас нет статистики по квартирографии Московской области. К сожалению, я с удовольствием, я полностью с вами согласен, что мыслить надо квартирами и домохозяйствами, а не условными метрами. Борис, пожалуйста. Значит, Кокмана Ларисовна, Сарнеевск, он у нас же тоже, ну, как и везде, разрабатывается генплан с вами. И, значит, нам сказали так, если вы хотите, чтобы уж ваше предложение учитывалось, отправляйте ваше предложение в городское строительство. Наше предложение было сделано. У меня вопрос, насколько наше предложение будет учитываться вами? Заказчиком генеральных планов является глав архитектуры Московской области. Ваше предложение нужно отправить в глав архитектуру Московской области, а не в институт. Ну, я не думаю, что... Нет, подождите, есть процедура. Я просто вам говорю, как процедуру надо соблюсти, да? И заказчик, как заказчик, может рекомендовать институту учесть, может рекомендовать не учесть. Позиция заказчика, как я уже сказал, меняется на протяжении нашей работы за последний год. Как она изменится в ближайшие три месяца, я вам сказать не могу. Спасибо, пожалуйста. Спасибо большое. У меня вопрос следующего порядка. Наверное, ни для кого не секрет, что любой пояс Москвы, первый, второй, третий, преобладают земли сельхозназначения. Вы сейчас говорите о том, что их крайне тяжело перевести по ДЖС. Это на самом деле неправда. Вопрос заключается в следующем. То есть если мы считаем, что должны развивать жилищное строительство ближайшего в Москве, то почему бы не выделить определенные нормальные, адекватные доли, которые будут переводиться, собственно говоря, под земли и жильц, и все остальное остается сельхозназначением. Вы говорили про собственника, да, у которого активы, банки и все остальное прочее. Но если бы каждый собственник, приобретая, надел сельхозназначение, понимал, что ему придется этой землей пользоваться исключительно в этих целях, возможно, желающих приобретать эти земли в таком количестве было бы намного меньше. Я вам отвечу только очень просто. Это, во-первых, вопрос не градостроительный, и все эти процедуры идут мимо на самом деле. Мы сталкиваемся уже с тем, что вот вам данность, ребят, смотрите публичную кадастровую карту, там уже все произошло. Поймите, что это не градостроительный вопрос. Как заказчик, как заказчик генеральных планов. Этот вопрос не решается в генеральных планах. Нам сейчас запрещено давать предложение в генеральных планах по переводу земли напрямую. Но это не мешает вам, как собственнику поля, сельскохозяйственному, обеспечить принятие постановления о переводе. Вот и все. Мимо нас. Уважаемые коллеги, мы с этой темой уже очень много с вами, да, благорожимые. Мы могли бы вообще, наверное, наши конференции, наверное, даже со нашей, как сказать, нашу встречу закрыть, потому что послушав уже как бы докладчиков, да, страшно становится, как бы, в принципе, уже, да, вот мы чувствуем, что от нас ничего не зависит. Да, уже, но все равно здесь собрались для того, чтобы обсуждать эти моменты, знать, какой специалист пришел, когда, да, который именно вот это ошибается, а мы многое не знаем. Ну, и знаем, что скоро здесь не только Москва будет, да, 4 Москвы, а все Московские голосы будут поставить. Это страшно. Только один городчик. Да, я думаю, надо продолжить там с вами домешние наши предприятия и дать многим выступить. В принципе, мы уже все, ну, по каждому поняли, да, как страшно радикальные меры можно. Я скажу, я в корпорении, я занимаюсь. Нет, когда дискуссия вообще будет, вон. Пойдем, сейчас у нас есть много человек, там, 4 еще выступят, и после выступают. Да, ну, а я так думаю, что надо предмет. Все, давай, 7 минут и вопросы. Так, следующий у нас, смысл предоставляет Игорь Зайцев, депутату совета депутатов города Красногорска. Он нам, по примеру, Красногорска расскажет, чьих интересах ведется массовое засходство в городе. Добрый день. Вот я первому, так сказать, это несколько, у меня интересно все-таки, как по-то тезис, который был высказан о том, что коса от губернатора Московской области вообще ничего не зависит, да, то есть вот на сегодняшний день мы с вами имеем такую власть, согласно которой не именем генплана, говорит, что от нас ничего не зависит, от него ничего не зависит. То есть вся структура, да, то есть я вам хочу напомнить, что наш губернатор, это в первую очередь был лидером партии «Единой России». Я напомню, что одним из главных тезисов их было это развитие малоэтажного жилья, то есть это с тем, с чем они пришли, так сказать, в эту Государственную Думу, да. И мы видим по планам, которые были представлены, которые были сделаны, что почему-то был сделан крен почему-то на многоквартирное жилье, да, то есть вроде бы как бы от него не зависит. Но я помню, я такой человек, я люблю помнить цифры, да, вот и с вами Юрий Альнышкин, да, в 2012 году говорил о том, что у нас на сегодняшний день согласовано 18 миллионов квадратных метров. На сегодняшний день проходит три года, но это зависело от губернатора. Согласовано, 40. 40. Так что, что бы мы ни говорили, сегодняшняя политика местных властей, точнее и региональных властей, и местных, она несет прямое ответственность за то качество жизни, в котором мы живем. Поэтому уходить от этого нельзя. Конечно, я понимаю, вы работаете там, но мы-то, так сказать, не для этого здесь собрались. Поэтому я просто, вот так сказать, кажется, ведь простая-простая вещь, да, ну давайте вот возьмем Красногорский район. Лидер по строительству, согласно со мной, да, на протяжении долгих лет строил иногда больше, чем вся остальная Московская область. Лидер, мы, например, за последние четыре года построили порядка трех миллионов квадратных метров. Возьмем предыдущие миллионы квадратных метров, которые были тогда построены, ну порядка пяти-шести, да. Это очень большие цифры. Значит, что мы имеем в результате? Знаете, сколько построено дорог в Красногорском районе? Ноль километров. Поехали дальше. Какие задачи, как нам преподносилось, что многоэтажная застройка, это, понимаете, такой драйвер, ну драйвер, понимаете, который решит все проблемы. Например, проблема детских садов. Кто занимает на сегодняшний день первое место по необеспеченности детскими садами в Московской области? Красногорский район. Самая большая очередь, о которой губернатор выделяет ее в отдельную категорию, и которая решена в ближайшие годы не будет, потому что правильно сказал заказчик, предыдущий докладчик, земли уже нет. Решить эти вопросы, связанные с дорогами, с размещением детских садов, в других социальных учреждениях, невозможно, их просто нет. Понимаете, земли нет, негде построить. Так сказать, пойдем дальше. Например, ну может быть какие-то задачи были решены вот этой колоссальной застройкой, да? Например, вот мы построили за два последних года миллион четыреста квадратных метров. Хорошая цифра, ну полтора миллиона квадратных метров. Знаете, сколько квартир дали мы на очередь нуждающимся в жилье? 75 мы дали за три года, а вот за эти два года мы дали 7, пока не вмешался, конечно, своим участием Совет депутатов. И поэтому дали еще 15, потом. Ну за три года, да, точнее за четыре года, да, 70. А мы построили три миллиона квадратных метров. Что такое три миллиона? Это 75, 7,5 тысяч квартир. Представляете, какие цифры? Но давайте так. Например, когда я начал свою работу, да, вот все говорят, есть признанные видео, да? Признанные видео партии «Единая Россия», возьмите Путин, да? Он говорит, дорогие друзья, давайте мы обеспечим участковых. Ну не делай участковых бегать и, понимаете, искать себе жилье и решать этот вопрос. Что происходит в Красногорском районе? У нас за три года не дают, при этом строительстве приобретенных не дают ни одной квартиры. Ни одной. Идем дальше. Я вам рассказал, когда мы вдруг начинаем выяснять, а какое же количество квартир в Красногорском районе за эти годы были выделены. То есть это опять та же моя депутатская работа, да? То выясняется, что у нас за это время выделено там порядка 170 квартир. Мы получили, да, и с них 120 почему-то не распределены. Но это вопрос уже другой. Но задается следующий вопрос. Подождите. Вот выделено такое количество, построено такое количество жилья. А вообще там квартир мало. Ну это там несколько десятков тысяч квадратных метров, даже десятков, десятков тысяч где-то за эти годы. И вот мной было инициировано в контрольную счетную палату, значит, и был принят в план контрольную счетную палату проверка инвестиционных контрактов. Инвестиционных контрактов. Что они показали? Что на сегодняшний день, вот это просто как вывод, то чего нет, например, в статье в Московской области, что на сегодняшний день те, кто сидят в Государственной Думе, то есть как бы здесь в регионе, то есть они даже понятия не имеют, с чем они имеют, с чем они имеют дело и что они вообще делают, понимаете? То есть образовалась колоссальная дыра, то есть вот заключается инвестиционный контракт. Что происходит? 20% жилья должны быть переданы Красногорскому району, в муниципальную собственность. Представляете, это решение, колоссальное решение вопросов. 20%. Ну это цифры, практически город может построить с 3 миллионов. Да, вот они переданы. Все это портовали, что исходя из этого губернатора тоже в Московской области, говорят о том, что мы проблему ветхого жилья решили, потому что вы видите эту цифру. А на самом деле, что происходит? Вот эта цифра начинает уменьшаться, да? То есть вот в нашем случае, в Красногорском районе, она уменьшалась с 20% до 2-х, иногда до 0. То есть что, кто здесь вообще должен заниматься? То есть кто вообще несет ответственно за подобные, за подобные вещи, да? То есть вот у нас в Красногорском районе глава района, то есть глава района принимает решение о том, что вот он хочет вот этому инвестору 20% дать как начало заключить, а хочет 2% он отчислен. Понимаете? И вот таких квадратных метров, согласно акту контрольно-счетной палаты, у нас набралось вот за тот объем проверенного жилья порядка 45 тысяч метров квадратных. Например, я вам скажу, что в Красногорском районе 45 тысяч метров квадратного жилья стоит 100 тысяч рублей. То есть это 4,5 миллиарда на 4,5 миллиарда без практически единого документа, да? Были, по сути дела, возвращены инвестору, потому что какие-то там вот обстоятельства у него сложились. Так вот я вам скажу, что бюджет Красногорского района тоже 4,5 тысячи миллиардов. 4,5 миллиарда, да? Потом, например, оба еще такое внимания, да? То есть вроде бы и цифры такие сопоставимые. Тут 4,5, тут 4,5. Но здесь вы знаете, что такое принятие бюджета, какова его ответственность, каков уровень решения задачи. А вот наши и законодатели, и в том числе контролирующие органы, и региональные органы пропустили вот эту дыру, в которой рухнула целая колоссальная инфраструктура. Я считаю, что в Московской области. Например, объем проверенного, вот контрольной счетной палаты, составил всего лишь порядка 800 тысяч квадратных метров. Это объем строительства жилья, которое Красногорск стоит в один год. То есть в один год вполне возможно, вполне возможно, потому что это дело не умеет решать. Красногорский район терял приблизительно бюджет, которому распоряжался глава или глава его заместитель в едином лице. Вот такова ситуация, так сказать, в нашем замечательном Подмосковье, в котором как бы у нас нет ни руля, ни витрин, то есть как бы никто ничего не контролирует и никто ни на что не влияет. Поэтому я призываю вас, дорогие друзья, так сказать, заняться вопросами контроля любого, в любом виде, общественного, так сказать, депутатского и так далее и тому подобное, на котором теми контролем, какие способы нам на сегодняшний день доступны. А я вам скажу честно, инструментов предостаточно. Это и контрольная счетная палата, это и прокуратура, и общественный контроль, и депутатский контроль, возможно. Поэтому я думаю, что такая ситуация, которая сложилась в Москву, в области, она требует, я считаю, кардинальных перемен. Перед тем, как давать разрешение, вообще надо разобраться, с чем имеем дело и каковы результаты такой деятельности. Ну вот, так сказать, я думаю, что я все минуты уложиться. Все, спасибо. Все, уложился. Вопрос есть? Пожалуйста. Какие посадки? Вы знаете, на сегодняшний день, насколько я знаю, единственный человек, который вызывается в прокуратуре, это я. Есть трупы? Так, пожалуйста. Я вам не знаю. Вот я слышу предыдущего, доктор Владимирович, о вас насчет контроля. А вот такие ассоциации с этим развитием строительства, что мы идем для троих. Понимаете, у нас вся промышленность направлена на строительство. То есть, вот промышленность только за счет строительства. С воды, основные профессии, уборщица, охранник. Когда мы все это настроим, в группах у нас группах. Это я вижу, я знаю. Нет, ну вот смотрите, я просто вот скажу, многие задавались вопросы, есть же норматив, на самом деле, вот вы говорите, рабочие места. Они же нормируются, правильно я говорю? Нет, нормируются. Например, если строится торговый центр, да, то вам говорят, что с нас наберется то, что на каждые 10 квадратных метров торгового центра у вас есть одно рабочее место. Вот там смотришь, любой торговый центр, там 2000 квадратных метров, там должно быть там 20 тысяч квадратных метров, там должно быть 2000 рабочих мест. Ну, вы зайдите, посмотрите, там реальности 50. Поэтому на бумаге-то все замечательно. Никаких проблем. Ни с рабочими местами, на самом деле, нет. Понимаете? Нет. Так что вот, если мы имеем в виду это. А вот исходя из того, что, простите меня, дело в том, что в случае, когда инвестиции направлены в производственный сектор, да, это, во-первых, очень долго, очень дорого. А градостроители, простите меня, они еще котлован не вырыли, а уже все продали. Понимаете? Так что все. Вопрос еще. Нет, я есть. Пожалуйста. Соловьев, застройщик многих застройок. Мне кажется, вы немножко некорректно выразились в отношении главы администрации, да? Потому что про заключение ЛЕС-контракта 20-25% доля города, но она не учитывает ни проекта планировки, ни выделения земли, ни сетей. А сети в Красногорске, насколько я понимаю, очень сложный вопрос. Ну, значит, по поводу... И это все делается за счет доли города. И может оказаться так, что все эти затраты могут прийти к нулю. Нет, дело в том, что вы понимаете, в чем дело. Дело в том, что согласно документам, которые представлены, там, КСП, да, там, представлены какие-то документы градостроительные, которые четко и ясно говорят, что сети, как таковые, которые строят внутри дома и так далее и тому подобное, они не могут являться инвестициями для района. Понимаете? То есть есть прямое определение, что, если, простите меня, у вас не будет жилым дом, если вы не построите сети, поэтому не надо передергивать, дорогие застройщики. Я не передергиваю, я строил в Красногорске. Ну, тем более. Вы знакомы с этой системой? Ничего. Наву, Каравулово и рассказывает. Ну, понятно. Привезти электроэнергию. Может быть, вы тоже в Актике СП есть? Я знаю, вот СССР. Значит, чтобы провести электроэнергию на народном ополчении, не надо было тянуть капель на 5 километров. Ну, представьте, сколько. И вы... Понимаете, человек, дело в том, что вы согласны, что есть такой момент, это такой серьезный момент, вы согласны со мной, что если есть вот эти затраты, они должны быть соответствующим образом оформлены? Согласны? Согласен. Ну, не оформлены. Ну, не у всех уже могут быть. Ну, не оформлены. А я не спорю. Не у всех могут быть такие большие затраты. Поэтому не я на себе ответственность. Я считаю, что это должно быть соответствующим. Игорь, Игорь, как депутат задать застройщику вопрос, сколько квартир они выдавали администрации раньше. Вот иди там, где кулуара, узнаешь. Нет, я и так узнаю. Все, спасибо. Так, все, спасибо, уважаемые коллеги. Следующий докладчик у нас Илья Ахасеев. Вот запрет председателя Павловского района по члену Европейского клуба экспертов местного самоправления. Пожалуйста. Ну, после этих выступлений я уж не буду повторяться. Постараюсь отнять как можно меньше времени с тем, чтобы у нас осталось время на общую дискуссию. Хочу отметить, что на самом деле я сам проживаю в Московской области, в городе Фрязино. Это 20 километров от Агун-Кар. Естественно, что все проблемы городских жителей наших в Люберцах, вся эта уплотненная застройка в Королеве, все это хорошо и близко знакомо. Но нарушаются права жителей не только городских, вот этой хаотической застройкой, отсутствием планирования, социально-экономического развития, и даже и сельских жителей при строительстве коттеджных поселков. Вот два дня назад с Сергеем Владимировичем я был в деревне Лесинцево, и там, ну, древняя деревня, два километра всего от шоссе, а дорога глиняная, проехать там невозможно. То есть грунтовка глинов, в которую любая машина завязнет, ну, буквально, в небольшом народу. И строится рядом коттеджный поселок. Кланируется. И вы знаете, что если по Московской области проездить, то вы увидите, что у нас множество коттеджных поселков, которые абсолютно не привязаны к существующим населенным бункам. Они сами по себе, населенные бункам сам по себе, и даже их юридический статус коттеджных поселков, на самом деле, у нас, в общем-то, полностью неопределён. Они как бы сами по себе, а населенные бункы сами по себе. Это тоже проблема. Когда-то была фракция «Демократическая Россия» в Московском областном совете еще в 90-е годы. Тогда мы предлагали сделать, выделять земли под коттеджи, под коттеджные поселки, так, чтобы они прилегали к населенным пунктам существующим. И было комплексное развитие. Не в коттеджи поселок отдельно, а вместе с малонаселенным пунктом, поселком или деревней, и чтобы это комплексное развитие осуществлялось. А сейчас у нас в Московском области, получается, что есть за высокими заборами коттеджные поселки, там вроде бы все хорошо. На самом деле, у них тоже не все хорошо, потому что у них дороже электричество, дороже услуги разные. А соседний населенный пункт, он загибается, как и загибался. Поэтому проблем, на самом деле, очень много. И я согласен абсолютно с Александром Антоновым, что эта проблема не Московской области, на самом деле. Просто в Московской области, в силу масштаба, все эти вещи, они видны более выглубо. А в крупных тех регионах, в которых есть города-миллионники, все происходит то же самое, только масштабы поменьше. И здесь традиционный вопрос возникает, знаешь, российский, кто виноват и что делать. Понятно, что в Москве, опять же, наиболее выгодно видно, что причина, на самом деле, в том, что у нас различия региональных доходов и концентрация ресурсов, они просто запредельны. У нас все практические ресурсы, и административные, и экономические, и финансовые сосредоточенные в Москве. Поэтому эти ресурсы, они неизбежно должны куда-то вылиться. Куда они могут вылиться? Безусловно, что в окружающие, то, что ближе всего. И показатель этого даже административного ресурса, самый наглядный, это Новая Москва. Специально же выбрали ту территорию, на которую... Не выбрали Красногорск, да, потому что туда надо вкладывать. Выбрали там, где более или менее пусто, там, где есть транспортная существующая инфраструктура, которую можно развивать, где свободная площадь, где можно строить. И сейчас, по сравнению с 2014 годом, там уже в 2-3 раза застройка увеличилась, соответственная численность населения. Поэтому без того, чтобы вот эту сверхконцентрацию ресурсов, я не буду цифры приводить, там, раздаточный материал я вроде давал, не преодолеть и не сделать так, чтобы Москва и вот этот вот центр не был средоточием всех ресурсов, и чтобы эти ресурсы, все самые разные, распределялись равномерно по всей территории Российской Федерации, исправить положение невозможно. И здесь, опять же, центральное место занимает местное самоправление, потому что, на самом деле, во всех странах, во всех странах большая часть ресурсов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения граждан по месту жительства, она сосредоточена в городах местного самоправления. А у нас все равно наоборот, в местное самоправление отобрали все, а по Московской области, ну, это единственный регион, где вообще все градостроительные решения полностью практически забрали в местное самоправление. Поэтому сегодня, ну, урбанисты продолжают еще по инерции говорить, что вот это московская агломерация. На самом деле, это уж никакая не агломерация. Вот правильно, как Александр Антонов сказал, мы тищем и по тому региону, это территория сплошной застройки. Агломерация тогда, агломерация, когда там есть самостоятельное муниципальное образование. И они, это союз, агломерация, а не единый административный вертикаль. К сожалению, у нас все вопросы решаются именно созданием вертикали, централизации. И, к сожалению, вот общаясь даже с людьми, просто, с простыми людьми, обыкновенными людьми. Я уже все дальше и дальше начинаю сомневаться в том, что вот у нас эта децентрализация реально может произойти. Вот большинство людей, простых, нормальных людей, не вовлеченных там ни в единую Россию, ни во власть, у них все равно это стремление, внутреннее стремление к центру, централизация, вертикализация, ну, просто налицо. В самых разных вещах это проявляется. И, ну, в мое долгое время я работал еще и в Госдуме, и пытался там и вот те программы социально-экономического развития, местные сомправления защищать и все прочее, прочее. Но сейчас, при нынешней системе власти, эту централизацию преодолеть, безусловно, невозможно. И никакой губернатор Воробьев, никакой губернатор там Нижегородской области ничего кардинально изменить не может. Это, безусловно, не означает, что вот здесь и сейчас не надо бороться с теми нарушениями или нарушениями законодательства, с нарушением прав людей, граждан, безусловно, бороться, все этим заниматься надо. Но для того, чтобы кардинально изменить ситуацию в стране, надо кардинально менять власть. Потому что это все вопросы политические. И так или иначе, но часто тоже говорят, вот местное сомправление это не политика. Коммунальное хозяйство, городское строительство, это не политика. На самом деле мы с вами вот сейчас обсуждаем, видим, что это самая прямая политика. Потому что от того, какую политическую систему строят, строят сверху, то мы ощущаем ее внизу. Поэтому без того, чтобы кардинально изменить политическую систему в стране, никакие изменения в той, ну, нарушениях наших с вами прав граждан по месту жительства мы тоже не сможем сделать. Спасибо. Значит, следующим выступающим у нас Алексей Дмитриев. А я как раз хотел добавить по выступлению Ильдару Фазуловичу буквально минуту, уважаемые коллеги, для того, чтобы участвовать в выборах. Вот всех приглашаю. Здесь сидят очень много активных граждан, переживающих свое Подмосковье. Я предлагаю на базе Подмосковного Яблока прийти к нам и поучаствовать на выборах Московского 8-го Думы. У нас 25 округов, 11 округов в Государственную Думу. Места свободные есть? Пожалуйста, если есть желание поучаствовать в выборах, мы готовы с вами в этом пообщаться. Пожалуйста. Так вот, разбираясь в том, откуда возникла эта ситуация, о чем ее причина. Мы выявили два основных фактора. Первое, это искусственно создаваемая бессистемность, так сказать, мутная вода, в которой можно ловить любую. То есть, пригломовые территории не стоят на учете, зеленые зоны не стоят на учете, леса не стоят на учете, водоокральные зоны не стоят на учете, генеральные планы не разработаны, проекты межевания для жилых районов, которыми определяются территории общего пользования, участки под существующими зданиями, не разработаны. Фактически, по текущей ситуации ставится на учет и фиксируется только то, что власть, приближенные к ней люди, хотят, чтобы было зафиксировано. Это первый аспект. Второй аспект – это ручное управление. Характерной особенностью, которую у нас продемонстрировал действующий губернатор, явилось то, что зазвучали постоянные аргументы про целесообразность, и, по сути, у нас правовое государство, основной принцип правового государства, это греховенство закона, был на территории Московской области отменен. Нет единых правил, которыми всегда вы уководствовались и их придерживались, есть постоянно принимаемые индивидуально решения. И тут хотел бы перейти к главному, так сказать, моменту первому – это генеральные планы и правила земли пользования и застройки. Если открыть градостроительный кодекс, то мы видим там три статьи, которые призваны были сдерживать вот эту самую хаотичную застройку и обеспечить, что сначала у нас есть генеральные планы, затем уже на основании него, путем его уточнения, спецификации, все идет. Статья 4, статья 9, не допускают резервировать, формировать, выделять все, что угодно, участки без генерального плана. Статья 4, статья 45, то же самое про проекты планировки. Часть 3, статья 51, разрешение на строительство. Ежегодно у нас эти статьи откладывались во вступлении, а в 13-м году им вовсе приняли статью 17.2 вводного закона, в которой написано, что в Московской области вообще можно строить без этого. Вот в 14-м году приняли дополнение, что это будет действовать до 1 июня 2016 года, и тут уже, как говорится, ждем с любопытством, что к 1 июля нам опять выкатят какое-то очередное отложение. А что это значит? Что в отсутствие генерального плана, проект генплан это не панацея, ПЗЗ это не панацея, но если здесь территориальная зона, допустим, торговые застройки, деловые, то здесь уже нельзя спихнуть живой дом. Если здесь функциональная зона, сельхозубодие, здесь уже нельзя спихнуть торговый центр. Поэтому у нас правительство Московской области, которое все пытается, собирается утвердить генеральный план, оно говорит, вот корабль уже отходит, давайте договариваться на берегу. И постоянно отправку вот это вот искусственно задерживает. А задерживает почему? Во-первых, чтобы был промежуток на переговоры, так называемые, с застройщиками. Для того, чтобы можно было вернуть что-то в генеральный план. И пока что здесь пароход не отбыл. Потому что можно скорректировать, и он автоматически корректируется, как вот господин Антонов может подтвердить генеральный план по утвержденному проекту планировки территории, но отменить проект планировки территории за счет его противоречия генерального плана уже невозможно. То есть все проекты планировки, которые в этот период отверждаются, их по сути билет, что называется, вот этот пароход, который у нас, кстати, губернатор разгоел. То же самое про переделку проектов генеральных планов в интересах застройщиков. Потому что у нас губернатор Воробьев, он, в принципе, человек уникальный. Я ни разу еще не встречал, кстати, главу региона, который бы открыто говорил, что, допустим, тем, кто с нами подружился, застройщикам, кого мы знаем, любим, доверяем, мы будем давать землю под наркотных условиях, тому будем согласовать проекты планировки на наркотных условиях. Великолепно. То есть открытое признание, что у нас друзьям все, врагам закон, пожалуйста, Италия, Венита, Муссолини. Вот. Ну и, естественно, пауза была взята для того, чтобы провернуть то самое, что было у нас когда-то в городском округе Химки в 13-м году, когда утвердили хороший, доработанный в течение трех месяцев, так сказать, активных споров, генеральный план, приехал Воробьев и говорит, а мне не нравится, что застройщики не аплодировали, я хочу, чтобы застройщики аплодировали, когда презентуют генеральный план. Сейчас, понятно, у нас под ковром ведется вся эта доработка и продолжается ситуация мутной воды. Далее. Как у нас, в принципе, по федеральному москангальству предусмотрено согласование строительства? Генеральный план ПЗЗ есть, на основе них разрабатываем проект межевания и определяем, а есть ли вообще в этом части города свободные территории. Для этого мы говорим, вот это участки, под многоквартирными домами, вот это участок сквера, вот эта дорога, вот эта детская площадка, 43-й скотягородостроительного кодекса. То есть все определяется проектом межевания и затем уже в отношении свободных территорий можно разрабатывать какую-то дополнительную документацию по развитию их. Причем на всех этапах. Генеральный план ПЗЗ, публичные слушания, проект межевания, публичные слушания, проект планировки, публичные слушания. Всюду они должны идти, а государство по логике кодекса только может следить и говорить, о, здесь у вас не нарушение, вот здесь у вас незаконно, вот здесь корректируйте. Что у нас по факту происходит по воробью, по тому порядку, который ввел он. Что у нас есть градостроительный совет, в который каким-то образом через черный ход какие-то люди зашли, там за закрытыми дверями посовещались, нас уже ставят перед фактом, когда уже появляется разрешение на строительство. Потому что градостроительный план земельного участка ПЗУ, он публичных слушаний по областным мотивам нет и его, то есть его можно просто принять и на основании него все делать. И в данном случае органы МСУ имеют чистые исполнительные функции, потому что МОСОПЛ, думаю, в 13-м году приняла закон о перераспределении полномочий, согласно которым у нас органы местного самоуправления, выборные и невыборные, решают архиважные вопросы о том, какой цвет красить забори, а все остальные вопросы по названию улиц и прерогативу Московской области. Где у нас местное самоуправление? Нет у нас местного самоуправления. Идем дальше. Что такое градостроительный совет в Московской области? Кому о чем нужно бывает всегда, когда мы сейчас обсуждаем застройку Подмосковья. Это общественная организация, это клуб любителей пива, общество филокалистов, это там я не знаю, что еще, там какой-нибудь крест, тот же самый имеет юридический статус. Но председатель, там губернатор, члены, там министры, главы управления, все на свете. Зачем это нужно? А затем, что, например, председатель градостроительного совета Московской области, не связан публичными обязательствами губернатора Московской области. И градостроительный совет Московской области, являясь общественной организацией, может нести любую ахинею. Мы же общественные организации, это не должностные лица, и даром, что это не те же люди. И там председатель Воробьев и губернатор Воробьев, это не однофамильцы. И, конечно, не раздвоение личности, человек вполне понимает, что творит. А также для того, чтобы можно было чиновникам на областном уровне и на местном использовать его как громоотвод. Почему вы сотворили эту афинею? А нам Грацевик рекомендовал. Давайте посмотрим, как это работает. Пожалуйста, в июне 2013 года сидящий здесь, знаете, прошло выездное заседание Грацевик, на котором, в частности, генплан Химов был отклонен, и принято еще интересное решение. Например, объект, в отношении которого было выявлено прямое нарушение закона, пожалуйста, прокуратура Е. 28.06. рекомендация договора Оренга. Проглить, разрешение строительства проглить. Валов, привет, Монинский лес, знаете, кто это такой теперь, пишет, что нецелесообразно уговлетворять требования прокуратуры и устранять нарушение закона, потому что Градсовет рекомендовал. А он, а он, общественная организация, к ней не поделешься. Вы правда, за невыполнение рекомендаций Градсовета увольняют, в том числе, это спичево у них в немецком уровне, но проект, как тоже говорит, не принято. Вот. И у нас тут встал вопрос. Обманутые дольщики. Знаете, если такой мультфильм про страну, не выучивая кровь, как мальчик пытается съесть на поисках, а у него стоит, говорит, и сюда нельзя здесь кролики, и сюда нельзя, здесь тоже кролики. Вот мы когда начали заниматься борьбой с точкой застройкой, мы все время говорили, сюда нельзя здесь дольщики. Прокуратуру за ручку приведем, и Николай говорит, и сюда нельзя здесь дольщики. Кто же такие эти самые дольщики? Это ветхий фонд, который у нас все время обосновывает эти нуждающиеся категории. А это на самом деле топливо. Живое, думающее, чувствующее топливо в машине, направленной на выработку денег и земельных участков. Как это работает? Гипотетический застройщик заключает договора долевого участия на налевом цикле. Затем, достраивая процентов на 80, появляется недострой, обманутые дольщики. По закону он от этого объекта оказывается, и с обременением в виде дольщиков объект достается другому застройщику. Но поскольку другому застройщику уже проданы, квартиры достаются, им нужна компенсация. Им можно еще один земельный участок смыть, повторить. Сидящие здесь члены предостроительной земельной комиссии могут подтвердить, что зачастую вот эти вот две компании принадлежат одному и тому же лицу. То есть это машина, которая за счет дольщиков перемалывает. Этого нет в презентации, но перед в докладе хочу важный момент задумать. А кто такие действительно эти обманутые дольщики? Нам все время рисуют картину. Молодые родители с блеском в глазах вот ждут, когда у них своя квартира появится. Там дети будут на полу играть, щенок там бегать, ретривер с мячиком. На самом деле, когда мы стали заниматься судебными, разбирательскими, прокуратурой, мы выяснили, что первые несколько десятков дольщиков это работники строительной фирмы. И вот этот вот живой щит, он делается по принципу застолбить. Делается живой щит из дольщиков, а затем уже туда вовлекаются настоящие живые люди, уже на последнем этапе. Для того, чтобы появился вот этот вот пропуск, которым можно прошибать государство со всеми его законами, прошибать общественность со всеми ее интересами. Есть еще одна типичная схема, тоже обратите внимание, зацикленная. Застройщик обещает детский сад, школа, фок, парки, а затем говорит, опа, деньги кончились, у меня будут обманутые дольщики. И все это переводят под жилищное строительство. Затем, для того, чтобы компенсировать возникшую нехватку социальных объектов, начинают строительство, говорят, вы построите школу, но вы еще за это, ну понятно, вам не выгодно строить просто школу, мы вам разрешим еще дом живой. Вот, смысл повторить, важно объяснять и дольщикам, и согражданам, что это конвейер. Это не единичные случаи, которые постоянно повторяются, это именно постоянно действующая схема, и на этом основан бизнес. Что вот эта защита обманутых дольщиков, которая у нас мечелась в свое время, она по сути превратила это в МММ. И вот, Воробьев, всего-то отца веков, если вы хотите нарисовать портрет современного застройщика в Московской области, рисуйте вы обязательно в полосатом пиджаке с белым шарфом и характерными усами. Потому что у нас выжили и остались вот в такой вот условии. В принципе, те застройщики, которые измеряют очень много планов строительства нею высоков и методов сравнительно честного отъема денег у населения. И надо дольщикам объяснять, что вы покупаете квартиру на малевом цикле, да это дешевле, но вам никто не говорит, и в контракте это не пишут, что туда входит возможность, что вы будете три года, а то и десять лет добиваться вводу дома в эксплуатацию. Что может быть у вас там вообще будет не достроен, что вообще не будете знать, когда получите квартиру, что вы это как устроить либо ребенка в детский сад. Когда мы вышли в Госдуму в декабре этого года, Народная палата, конспектная комиссия с этим же самым темой, мы услышали от депутатов и от московских чиновников сакраментальную фразу, да дольщики так хотят получить квартиру, что им уже все равно, бог или детские сады, бог или школы, бог или все остальное. Дольщиков и ветхий фонд специально держат в таких условиях, потому что любой чиновник, любой застройщик будет прыгать от радости, если они будут жить плохо, будут готовы разорвать глотки защитникам, так сказать, окружающей среды и городского облика сложившегося, и будут готовы искренне, совершенно бесплатно выходить в пикеты и требовать, чтобы им наконец-то достроили дом, потому что это топливо, их жгут совершенно конкретно в этих топках, и этот молок, он никогда не остановится, он будет требовать себе земельных участков, потому что дольщикам, еще не объясняю, как мой один нюанс, фирма, которая специализируется на таком бизнесе, она продает не квартиры, дольщики платят деньги за квартиры в предыдущем доме, а квартиры в их доме оплатят следующее поколение, как только потом останавливается, дольщики станутся обманутыми, да, уже заканчивают. Немного про, так сказать, более локальное, как возникает точечная застройка? Первый момент, это отсутствие предварительного разработки проекта преживания, игнорируется требование земельного, строительного кодекса при их формировании, то есть у нас, как говорится, принимается избирательно, должны применять в полном объеме, принимают только, значит, применяют земельный кодекс, игнорирует городостроительный, то самое, о чем я говорил, проект неживания. Обращаю внимание, здесь этого нет, но это письмо 2012 года, с тех пор эта схема работает великолепно. Другая схема, с которой, я думаю, знакомы многие, это, значит, перевод земель, потому что у нас жилое строительство может быть предоставлено только на аукционе. Через аукцион очень тяжело, по крайней мере, земельный участок привести конкретному застройщику, поэтому делается, что приобретает землю по гостиницу, ресторанкам, все что угодно, переводит под жилищку, причем переводит без проведения публичных слушаний. Письмо Минэкономразвития, в котором говорится, что это, по сути, коррупционная схема. Это 10-й год. Сейчас это модус операнди Воробьева и Городостроительного Совета Московской области. Так застраивается все под Москвой. Это официально признано, что это коррупционная схема. Далее, еще одна схема про ГПЗУ. Порядок получения расширенной строительства по закону. Все понятно. Проект планировки, на основе проекта планировки ГПЗУ, который не является правоузнавающим опытом, подтверждающим документом, это просто справка о том, что для этой рекорды действует, какие ограничения разрешения. На основе него расширения строительства. Что у нас реально? Готовый проект застройки, на основе него подгоняется ГПЗУ, который, я напоминаю, не проходит публичное слушание и не публикуется постановление о его утверждении. И разрешение строительства. Формально 51 статья соблюдена. Реально у нас стройка, по которой нет проекта планировки, следовательно нет баланса. Эта схема через ГПЗУ, хотя арбитражными судами, пожалуйста, признано, что это незаконно. Сразу ГПЗУ, который не является вообще документом, это просто справка, писать необходимые параметры новые. Тем не менее, активно практикуется той же главы архитектуры, которая просто перестала видеть это нарушение. Я еще в конце расскажу, как с этим, по нашему мнению, можно бороться. Сказали, когда мы прошли, первое, политическое воле. У нас, к сожалению, сейчас не правовое государство, по крайней мере, в счастье, касающиеся московской области. Все решения принимаются политически. Если не будет признан, вот это существование конвейера застройщиков, если не будет принято решение, что у нас прокуратура должна работать, а не обосновывать последнюю строчку, то, что открывания для реагирования нет. Если у нас не будет принято решение, что нужно снижать количество жилой застройки, а не увеличивать его, то, к сожалению, вся деятельность будет более-менее бесполезна. Второе, необходимо включить законодательные издержки. Те, сказали, в Кодексе, о котором я говорю, необходимо включить законодательные издержки в виде разработанных проектов нежелания, в виде инвентаризованного зеленого фонда водных объектов, зеленого щита, стратегия которого сейчас активно идет по Подмосковью. Все, что можно поставить на учебу юридически закрепить, необходимо юридически закреплять. Любые ограничения, которые предусмотрены в законе, должны работать. Юридический саботаж, который провели по их отключению, должен быть нивелированный. Далее, необходимо устранить региональные нововведения. Необходимо политическое решение об упразднении городсовета, необходимо вернуться к законному порядку и закон о перераспределении полномочий отменить. Это должно быть во всех предвыборных программах, требованиях. Третье, инвентаризация, постановка на учет. А самое главное, это обеспечение прозрачности принятия решений. Потому что одной из функций городсовета, это то, что у него все делается за закрытыми дверями. Общественность полностью оттертая, не может даже никакой политической ответственности хотеть тем, кто там заседает. Необходимо, во-первых, персонально обращаться ко всем чиновникам, говорить нам, правительство Московской области утвердило, конкретно он утвердил, этот рекомендовал, нет, не учреждение, конкретный человек. И необходимо максимально использовать, как говорили, общественный контроль, публичное слушание. Необходимо требовать публичного обсуждения по всем этим вопросам. Потому что пока у нас не будет прозрачности, у нас будет, к сожалению, та же самая коррупционная, коррупционный хаос, который творится сейчас. Благодарю за внимание. Спасибо. Следующий выступление. Есть вопросы? Спасибо. Там дальше мы еще, да. Андрей Иванов, архитектор, профессор Международной академии архитектуры. Ну вот я как раз хотел от технических вопросов как бы перейти к политическим, куда склонил у нас всех предыдущих товарищей. Ну потому что, на мой взгляд, обсуждать вот проблемы, как бы, качества генеральных планов, как мы их обсуждаем, как мы их принимаем. На самом деле, пока преждевременно, пока не решены многие другие вопросы, которые, как бы, необходимо решать именно на таких подобного рода собраниях. Потому что о генеральных планах мы можем говорить всегда в своем взгляде архитектору, в конце концов. А здесь, наверное, надо говорить о чем-то другом. Ну вот, прежде всего, я представляю здесь не только профессиональное собрание, но и также вот такое уникальное поселение, лесной городок, которое отличился в свое время тем, что именно он остановил, похоронил инициировавшийся сверху проект превращения Одинцовского района в городской округ. Это было в 2005 году. Именно наше поселение. Единственное среди всех городских поселений проголосовало против. Городской округ не состоялся. Генеральный план городского округа, который уже был подготовлен в замечательном организации, которая работает, товарищ Антонов, а другой, он был, в общем, корзин, что я желаю, честно говоря, сделать со всеми остальными генеральными планами, которые есть Московская область. Так вот, значит, это о чем говорит, что как бы политическая воля и местное самоуправление, когда оно еще работало, оно могло реально влиять на реальный красотный процесс. Не знаю, вот сейчас оставился ли бы такой референдум вообще по закону новому, и какие бы он где-то отдал, потому что с тех пор в лесном городке появилось, наверное, наверное, никто не знает, сколько, потому что статистики никакой нет. Может быть, тысяч десять новых жителей, о которых я еще скажу, и вот проголосовали они бы сейчас сознательно, так как мы, когда-то это сделали, против, не уверен. Значит, я выделил три проблемы очень быстро, о которых, как ни странно, здесь еще не говорили, но, может быть, раньше говорили. Это экология. За последние лет 15 произошла как бы радикальная трансформация культурного и природного ландшафта, по крайней мере, ближнего Подмосковья. То, что раньше было природным ландшафтом, превратился, превратился, теперь так называемый билд-енвайрмент, который вот как бы представляет собой массу, плотную массу застройки. Чем это грозит, как бы, всему огромному региону, и Москве, и нам всем, кто живет там, никто не знает, потому что никто это не изучал. На самом деле эта трансформация очень серьезная, и, как бы, надо с этим что-то, по крайней мере, думать об этом. Вторая проблема – социум. Вот это отсутствие местного самоуправления, это как бы формирование массовой потребительской культуры и заселение ближнего Подмосковья новыми людьми, которых я бы назвал как бы новыми кочерниками. Это приводит к тому, что мы никогда не найдем, на самом деле, в массе людей, которые бы ответственно подходили к рассмотрению уже каких-то технических, расследовательных документов. Сейчас люди, на самом деле, у нас, по крайней мере, в нашем лесном городке живут все прекрасно. Я вот осуществляю причем на наблюдение. Я смотрю, что это за люди. Им очень хорошо. Они с коляшками ездят, они населили в 20-ти трехэтажных дома, которые на поле. Вот я забыл сказать, я написал все время статью такой, две лыжни с ТПМО, о том, что произошло с природой и с этим самым ландшафтом во лесном городке. Вот теперь на тех полях, где раньше какого-то на лыжах, стоят плотнейшие жилые комплексы от 9 до 23 этажей и проехать на лыжах там уже нельзя. Но там живут какие-то люди. Так что это за люди там живут? Как они относятся к тому, что происходит? Мне кажется, что как-то не совсем так, как мы, как относимся мы, скажем, коренные лесного городка, ну и вообще, как в Московском городе. И вас с этим люди огромны, на самом деле. И вот дальше еще одна проблема. Типология жилой застройки. Я тут попробую сделать такой, может быть, очень смелый вывод. На мой взгляд, только там, где бытует старое и реализуется новая индивидуальная жилая застройка. То есть часто департаментные дома, коттеджи, виллы и так далее. На территориях, опять-таки, сложившихся поселений. Исторические крада или старые деревни, или дачные поселения старые. Вот только там, на самом деле, есть перспектива саморганизации поселения и индивидуализации среды. Все остальные типы среды, доминирующие сегодня в Московской области, никогда не приведут к нормальному социуму и, наоборот, только будет усиливать потери местного сообразия и локальная идентичность. Итак, происходящее можно характеризовать как многосторонний процесс. Колонизация в Москве. Кем именно, я не знаю. Мы в политике, мы тоже суждаем. Которые я написал в следующей короткой формуле. Это кочевнические технологии пространственного развития плюс кочевники-жители, я имею в виду новых поселенцев Московской области разного рода. Плюс кочевнические типы застройки равно регион без лица и собственной субъектности. Регион относительно благополучный, легко управляемый сверху, социально аморфный и совершенно не изучен ни в каких аспектах, ни в экологическом, ни в социальном. Вот то, что делает Александр Антонов, на самом деле, в какой-то странной организации, он не в своей, ты же не представлял свой институт, когда ты показывал эти картинки. Вот это редчайший пример каких-то более-менее осмысленных комплексных исследований того, что происходит и чрезвычайно недостаточных. Потому что это все отдельные фрагменты, это какие-то нюансы, на самом деле этот регион, это, наверное, самый проблемный регион на территории огромной Российской Федерации, никто не изучает. Никто не знает, что в нем происходит. Кто может быть заказчиком таких исследований, я не знаю. Партия, кто-то еще. В общем, это все к тому, что, на самом деле, без знания того, что в нем происходит, не имеет, наверное, смысла, например, говорить о том, что необходимо некая парадигма, некая смена парадигмы для овощных проектных подходов к развитию области. Это вопрос о том, что могут ли вот эти проблемы, которые я перечислил, быть решены, ну, скажем, совершенствованы, потому что еще у нас называют пространственным проектированием или пространственным планированием. Вот могут ли они быть решены вот этими техническими вопросами, техническими какими-то мелкими усовершенствами? Я думаю, что нет. Я сейчас себе позволю прочитать не очень короткую цитату, но она, по-моему, важна. Вот есть такая организация «Онфабитату». Она выпустила недавно, несколько недель назад, вот новейший свой документ, который называется «World City Records» 2016, в котором предупоставляются два подхода к планированию города. Это такие подходы. Город, который планирует, и спланированный город. Казалось бы, это нюанс, да? Вы можете послушать, что пишет «Онфабитат». Да, некоторые города уже практикуют городское планирование, ориентированное на участие и включение населения и устойчивость. Там планирование стало непрерывно продолжающимся процессом, который сводит вместе стейкболтер под правительством бизнеса и гражданского общества для того, чтобы исследовать, обсуждать, формировать представление о будущем, которое будет удовлетворять потребность всего спектра жителей городских сообществ. В этих местах стал реальностью город, который планирует. А в других местах вот и несколько генпланирований или мастер-планирований, или вот то, о чем мы сейчас говорим, вот эти 300 генпланирований, которые делают организации. Здесь три часа, не слышу, я прошу. Три организации Московской области. Вот эти самые генпланированные, оно отказывается умирать. Нет пока недостатка в таких местах, где планирование практикуется, как проявление с числами национального или муниципального руководства, где импортированные идеи о том, что может привести к хорошему городу, выхватываются планировщиками из их учебников или в ответ на директивы властей, где видение одной лишь физической городской формы и городского дизайна считается достаточным для построения контурного будущего, где о реализации начинают думать после проектирования, и где целью является спланированный город. Вот похоже на ситуацию Московского области, не правда ли вторая часть цитата? Так вот, город, который планирует, подразумевает, что это город, который планирует себя сам. Но чтобы прийти к такому пониманию планирования, нам предстоит еще сделать очень много. Обсуждая сегодня технические вопросы проектированные, порядка утверждения и так далее, представляется преждевременным до решения некоторых более принципиальных вопросов, в том числе и политической сферы. Спасибо. Спасибо. Так, ну у нас основные докладчики которые записывались, выступили. Сейчас Сергей Коржов, который записали по отделу по Московской области. Пожалуйста, желающие. Значит, исходные данные сотни генпланов, при этом сотня из сотен генпланов уже ждется его принятие несколько лет. Ну, в частности, я из Сергея Посадова в 2010 году был презентовым генпланом, с тех пор он лежит на областных структурах, лежал. Ну и, как я понимаю, что областные структуры обрабатывали этот генплан на предмет того, что это последний шаг, когда чиновники могут повлиять на то, кто где будет строить и каких объемов. Ну, какая общая сумма этого вопроса даже представить невозможно. Вот, но после того, как вот эти галочки на генпланы на тайном на тайной копии генпланы проставлены, может проплачены, может не проплачены, но после этого эти генпланы надо принимать. А по градостроительному кодексу это должны делать советы депутатов поселений. Но Московская область пошла интересным ходом. Она забирает полномочия по утверждению генпланов от представительных органов поселений и передает это в городских округах. Это делают собственно представительные органы городских округов. У нас городских округов не так мало, не так много, а поселения сотни. И передает вопрос утверждения генпланов районам советным депутатам. По Сергиеву Посаду примеру. 24 депутата, 12 поселений по два депутата представили туда свои представители. И теперь они будут принимать допустим генпланк сергиево поселений В десятом году, когда презентовался вот этот проект, у нас было высказано 86 замечаний. Ну, я не проверял, проверить не удалось, но похоже, что эти замечания, за заключением одного, которого я знаю, причем это не связано с случайными процессами, скажем так, они не учтены. И почему делается перевод принятия генплана с поселеческого уровня на районы? В районном совете два представителя Сергея Посадова. Сейчас одного нет, один там главный нет у нас, знаете, эту историю. Пока еще нового не избрали. Сейчас один представитель. Конечно, районный совет, в котором сидят люди, которые не знают в конкретном поселении название улиц, гораздо легче быть убеждены в том, чтобы проголосовать за этот генплан. Я считаю, что это выбьющая несправедливость, это вот первое. Во-вторых, это незаконно, потому что полномочия по принятию планов развития муниципального образования это полномочия, исключительные полномочия представителя Воргана, часть 10 статьи 35 131 закона, и эти полномочия нельзя передавать в государственное ведение. А Московская область эти полномочия забрала, а потом еще и передала на другой муниципальный уровень. Я бы считал, что это незаконно. мои депутаты коллеги, депутаты госсовета Сергия Фасадского, некоторые, скажем так, тоже не согласны, но совет раскачать я не смог на этот, но в понедельник я подал иск против административного иск Московского областного суда по поводу незаконности передачи полномочий в утверждении генплана на районный уровень. Ну, пока что иск незаконности передачи полномочий от поселения к Московской области. Вот эта часть иска у меня сейчас я ищу я вижу сотни заинтересованных поселений в этом. Я думаю, что среди этих сотен найдутся люди, которые хотят того же самого, что и я. Я прошу общественных поддержки. Мой телефон мои визитки вот лежат. Мой телефон и почта вот здесь я их приписал. Я ищу общественной поддержки. Как только будут у меня сведения о том, что суд принял этот иск, это Московский областной суд будет решать в Красногорске по первой инстанции. Я тогда сообщу всем желающим персоналом могу тоже сообщить, могу прислать текст этого административного риска. Ну и собственно говоря, это наверное общее реальное дело, которое мы можем как-то переломить. Потому что разница в формулировке принятия планов развития и утверждения планов принятия и развития вот в этом пока может быть спор. На самом деле, по сути, он наверное должен разрешиться в правильную сторону. Хитрость московской областной власти по регулированию этого вопроса, да. А что касается слушаний, да, слушаний проводятся в поселениях. Ну в частности некоторые слушания я сам лично провожу, как меня там назначали, совет назначал организатором слушаний. Нормативная база по слушаниям она принята во всех муниципальных образованиях и в городах и в районах. Там ну как сейчас будут районные власти проводить эти слушания я не знаю. Но в городе Сергеев-Пасад они на мой взгляд проводятся ну более-менее правильно отрегулированы. ну то есть тут вопрос только активности населения. Поэтому я прошу меня в этом вопросе поддержать и максимально довести до эту информацию до сведения депутатов поселений. Потому что я думаю что очень многие заинтересованы в том чтобы их генеральные планы на 20 лет принимаемые все-таки им достались а полномочия Московской области переведенные на срок полномочий Московской областной думы то есть максимум на 5 лет они заканчиваются типа генпланы приняты а потом ребята в поселениях реализуют это некрасиво ну и мы понимаем что это должны этому противодействовать спасибо спасибо вопрос один один вопрос Сергей один вопрос один вопрос очень важный вопрос я вам его лично задавал развитие вопрос Сарагин Максим извини по публичным слушаниям очень важный вопрос во многих положениях написано что мнение граждан высказанных на публичных слушаниях носит рекомендательный корот ну слово рекомендательный оно двояркое как бы рекомендательный как бы рекомендуем выполнить и что можно не прислушиваться у нас в Вениграде на протяжении так долго времени граждане приходят на слушание говорят мы против глава администрации говорит хорошо а я за и принимать решение и сейчас будут приниматься генеральные планы как вы прогнозируете будет такая же ситуация наплевательство отношения к мнению граждан или все-таки советы депутатов более как бы ну я думаю что советы депутатов поселения они все-таки перед гражданами ответственны в какой-то степени рядом с ними живут а районные советы конечно уже безответственны по отношению к жителям отдельных поселений поэтому положение о том что публичное слушание носит рекомендательный характер они ну наверное все-таки правильные нельзя любые мысли высказаны на публичных слушаниях без обработки как говорится принимать но они обязательны к рассмотрению вот все то что высказано на публичных слушаниях представительный орган в конце концов должен рассмотреть ну во всяком случае у нас это так если высказаны или записавшимися гражданами которые выступили и свои предложения внесли письменно либо депутаты которые на подслужениях выступают все это по каждому пункту рассматривается советом депутатов у нас Сергей Масаль и так может где-то по-другому но я думаю что все-таки перевести вопрос утверждения в руки самих депутатов нижнего самого уровня это правильно это предусмотрено в конце концов Градостроительного кодекса спасибо можно сказать запомнить кратко пожалуйста да я не умол с ними все правильно сможете значит мы на что задавали вопрос о публичных слушах мы не совсем это сказали не совет депутатов принимает принимает как раз население на публичных слушах а утверждает заявки вот здесь все такой нюанс это я послушаю замечание по поводу вашего заблуждения а что касается публичные слушания рекомендательный характер это писали и в публичных слушаниях а в общественных слушаниях это еще действовал закон о местном самоуправлении до 131 закона вот и что касается рекомендательного характера не важно что написано какой бы там гармон Маркист есть 131 закон прямо для которого связано о том что есть такое местное самоуправление Так вот, местное самоуправление – это принятие решения по вопросу местного значения населения, исходя из собственных интересов, либо посредством, это я просто трансформирую, посредством выборовских органов местного самоуправления, которые, опять же, обязаны действовать исходя из интересов населения. Где, как ни на публичных слушаниях, они могут... Дело в том, что на публичных слушаниях высказываются противоположные точки зрения. И никаких голосований даже не проводится. Это у вас не проводится, голосование. Можно проводить голосование, и должны проводить голосование. Просто кто-то считает по-русски, а кто-то считает, как умеет. Понимаете, законы. Кто-то их исполняет, а кто-то их не исполняет. Дело в том, что... Нет, вот то, что вы говорите, я с этим совершенно согласен. Давайте введем в коридор, поговорим о том, о том точке зрения высказывает. О чем вы сегодня думали, о каком вы говорите. Не рассказывайте мне это, то, что вы говорите. Вы говорите мне неправильно. Я готов с вами поговорить. Все, коллеги, коллеги... Выйдем, уважая всех. Не будет сквозь. Все хорошо. Уважаемые коллеги, у нас следующие выступающие. Пожалуйста, Антон Бойм, эксперт по устойчивому развитию экзампред комитета по развитию предпринимательства в Московской области. Дорогие друзья, извините, пожалуйста, я хочу спросить о чем-то обращение. Я, конечно, не хотел сюда пригласить, приходить мне очень попросили. Вот я здесь 3 часа сижу, я слышу сплошную констатацию каких-то фактов, нытье, демагогию, какие-то таблицы, ни о чем. Значит, вот, мне довелось работать в Московской области, в Думе областной более 10 лет. Я создал первые два бизнес-инкубатора в Московской области, построил первый технопарк и всю индустрию газобетона. То есть, вот, основного строительного материала, из которого строят малый этаж. Я хочу попросить за это прощение. Потому что вот после этого я 10 лет занимаюсь устойчивым развитием экостроительства. И я, вот, после просмотра уважаемого Антонова, выступления от уважаемых друзей, я считаю одно. Вот я 10 лет назад сказал, что многоэтажное строительство, я написал статью, называлась «Властелина Московских колец», я сказал, что многоэтажное строительство в центральном федеральном округе России нужно запретить вообще. Потому что немцы приезжают, нас смотрят как на идиоты. У нас самая большая страна в мире, мы строим вверх, мы не развиваем никакую инфраструктуру. Значит, вот сейчас я после этих графиков, которые показал Антонов, я могу сказать следующее. Московскую область надо расформировать. Ее надо разогнать. Вот этот аппендикс вот с этими мытищами, это будет Москва, все остальное отдать другим регионам. Тогда они будут на себя оттягивать как раз промышленность и так далее, и здесь не будет этого протока. И, конечно же, многоэтажное строительство надо запретить. Тотально. Потому что мы не развиваем вообще территорию. Это и про дороги, и про все остальное. И вот за это я хочу у вас попросить прощения. За то, что мы ведем себя как идиоты, и я себя веду, идиоты участвуют во всем этом, и никто ничего не делает. Постоянно, что все плохо, прекрасно уронил все делает. Я был в штабе Верховного Совета мальчиком на компьютере. Первый компьютер я привез в школу учебную в России. Мне интелл подаю почет и 286 процессор. Так вот, они делают все правильно. Потому что вот эти дискуссии беспределятные продолжаются. С констатацией, у нас все плохо, ну какие. Там никаких дискуссий нет. Взяли решение, строят. Вот я привел сюда представители французских архитекторов ландшафтов. Она идет в город, где хотят люди, они делают парк. И в этом парке ничего больше не строят. Потому что это парк. Нам такое предлагание бороться. Я не предлагаю бороться, я предлагаю и делать. У все борцы это участники, соучастники преступников. Все борцы. Вот вам конкретно про это рассказали про дольщиков. Всех борцов создаем для того, чтобы помогать преступникам создавать преступление. Как только появляются борцы, сразу появляется, что там есть преступление. Поэтому вот когда каждый из вас придумает лыжню, парк, еще что-то, тогда не нужно будет вот этих вот дискуссий, что у нас все плохо. И я очень советую вам прекратить это заседание и выступить с двумя-тремя конкретными предложениями. Точка Б. Куда вы идете? Где-то точка Б. Никто не сказал. Моя точка Б. Что это не будет в Московской области. Я вам это гарантирую. Вот потому что нарисовал Патач Антонов, ее сто процентов не будет. Ни в одном сценарии. Поэтому завязывайте вот это с этим всем. Завязывайте. У меня профессор в химической схеме, он говорил, что двойку оптимизировать нельзя. Вот у вас двойка. У всех. Нет, а что вы предлагаете? Я вам сказал, что я предлагаю. Хорошо. Идите домой и пишите конкретные действия. Как вы хотите, чтобы ваш город выиграл через 10 лет? Вот где хоть кто-то это показал? Что у нас есть? Нет у вас ничего. Делайте это сами. Делайте это сами. Вместо не ей. Вот я, пожалуйста, берите архитекторов, на них скидывайте, нанимайтесь и делайте. Хорошо. Сделаем дальше. Реализуете. Реализуете. Да. Абсолютно правильно. Реализуете. Делайте парк. Сажайте деревья. Сколько вы в прошлом году ее посадили? Сколько вы посадили деревья в прошлом году? Как это? Вот и ездите дальше. Все, я закончу. Да, пожалуйста, вопрос. А вы подождите, я прошу. Я не скажу. У меня, конечно, человек не будет убегать. Обратите внимание. Всех отчитал. Сколько? Ученики. У меня нет вопросов. Итак. Правильно отчитал. Молодец. Что было сказано. Красноязычное, с вокрови и пилой. Но одну вызов все-таки за товарищей я хочу вскрыться, он выразить не мог. Он, в принципе, сказал, что надо учиться начинать жить без государства. То есть вот этот фейтиш, что ах, глава управы, ах, глава жилищника, ах, это мне не позволил, я пошел спроси, а мне сказали нет. Вот это надо из наших просек. Из голов, из голов то извлекать. Я работала именно в такой системе. Правда, это было в одной из счастливых республик, которые дали не урок из наших объятий. Мы просто забыли, что существует городское хозяйство, целым домом. Городское начальство, энергетики, теплотехники и так далее. И что? Привели дом в порядок, восстановили фонтан. Ну и много чего, в общем. Так это я к чему? Конечно, без того, чтобы собраться наконец вместе обсудить, без этого ничего не начинается. Потому что, к сожалению, в области, и не только в области, я объездила полстраны, каждый город Кемерово считает, что несчастье только у него. И не верит, что где-то то же самое. Вот то же самое в Подмосковье. И вы не можете с этим не согласиться. Среди жителей Подмосковья, во-первых, надо вышлить огромную когорту, как социологи говорят, которые вообще не горожане по мысли. Они живут в городах. Но они даже еще не хуторяне. Раз они даже этого не имеют, они не могут защищать свои права. Потому что у них нет представления о своих правах как о горожанах. То есть что они могут выйти, согнать с трибуны, я помню, на одном из публичных обсуждений в северо-восточном округе, из зала спросили президенту, который заранее взгромоздился. Ему сказали, вы кто такие? И чего вы тут сидите? Пожалуйста, мы сами выберем, кто будет вести наши публичные службы. Я даже сказал, что вывихнутые челюсти потом целая поликлиника вообще вправляла. Поставьте себя сами. То есть о чем речь? Эти люди поставили себя хозяевами. Не говорили, а поставили. Торфянка, которая там не пускает там кого-то что-то построить, совершенно незаконное. Вот эти люди, это совершенно простая публика. Они себя почувствовали хозяевами этого вот такого парка. А разговоры, что построят, почему во Франции парк жители решили, и он будет парком во веки веков, аминь. Жаль товарищу, прижал. Я ему напомню, была такая революция французская, великая. Помните? Вот с тех пор они все время напоминают власти, кто там власть. И парки не застраивают. Не потому, что власть падает в обморок при слове «парк», и он залит в ужасе. А потому, что если этот парк думают застроить, не будет этой власти в этом кантоне, в этом округе. Вот этого в Подмосковье пока нет. Им надо работать с жителями. И я должна вам сказать то, что не сказал мне один докладчик. Знаете ли вы, что на развитии области самым негативным образом сказывается наличие гигантских дачных пространств и владений? В Москве 36% владеют дачами. Это владельцы 2 жилья у каждого. И обратите внимание, они не ходят там до ветров ближайшего кукуруза. И вот они черпают гнилым ведром из какой-нибудь кипахры. К ним подведены коммуникации. Это колоссальная трата ресурсов ради того, чтобы человек 2,5 месяца прыгал над картошкой. Вы никогда не смотрели с этих позиций? Это не производящие структуры. Они не выступают ни жили, ни спальниками, ни спальными, ни производственными, за редким исключением. А к этому у нас еще появились коттеджные, то есть отдельно стоящие дома или там блокированные. То есть у нас сложная структура, и при этом эта структура сама давит себя без всякого воробьева. Товарищ Воробьев у нас, как известно, неудавшийся рыболов. И мыслит он вот такими категориями. Простой парень. Ну покажите мне, кто-то вышел, ему об этом сказалось в серии. Слышь ты, у тебя в Астрахани там не получилось, здесь не получится? Тем более, нет. В городах Подмосковья никто не противостоит варварству новых заезжанцев. Вот город Балашиха, никого нет из Балашиха? Есть, есть, есть. Да? Замечательный город, правда? Медлые льбы построили там себе пять с половиной тысяч, это начальная была хата, и сдают их. Обманут при этом начальство из-за взятки. Это кто? Это военные. Высоко, причем сплошь, управительное саджи. И что они делают с этими квартирами? Они их сдают. Они горожане этого города? Их интересует этот город? Их даже дом не интересует, потому что там денежные товары, денежные отношения, больше ничего. Мы почему-то, я здесь не услышала, что у нас совершенно разная стратеграфия, собственно говоря, жителей. И работать можно только с теми, для кого город, это город. То есть он знает законы города, подчиняется им и хочет их совершенствовать. И при этом смело говорит, что так у нас в Балашихе не ведут себя. Я коренной горожанин, а ты учись жить в городе. И последнее. Знаете ли вы, что 20 лет вам по основанию номер 25 правительства нашей Федерации позволяет выселить любого человека, собственника и несобственника, за то, что он не умеет жить в многоквартирном доме. Я вот тут полно, это все поносит. Так вот до завтра их можно испарить и начать вот эту вот англо-американскую жизнь, франко-итальянского бразлива. Ничего пока не выйдет, придется жить с тем, что есть. Это постановление говорит о том, что общее собрание жителей имеет право потребовать от местной власти, и местная власть имеет право выселить гражданина, нарушающего правила общежития в многоквартирных домах. Одна угроза, одно собрание приводит в чувство этих людей, если вы это реализуете. Если мы это, извините, если мы это реализуем, так давайте займемся нашими гражданами не с позиции генплана. Перестаньте, пожалуйста, как архитектор и жена градостроительная сообщаю вам радостно. Ни один генплан в нашей стране, по счастью, никогда не был реализован. Вы знаете это? На них потратили миллиарды уже. Почему? Объясняю. В них коренная системная ошибка заложена. Генплан никто не делает на 5 лет, да? Значит, не делает на расчетный период. То есть когда можно просто сказать, что сегодня Ямах будет миллион, а через 5 лет – миллион двести тысяч. Ну, просто, для примера. Они все делаются на прогнозные периоды. Но прогноз – это только предсказание качества, а не количество. То есть процессы эти нельзя предсказать. Нельзя 30 лет назад было предсказать, что у всех будут компьютеры идти, телефонкины, АТС к чертовой матери, завод размером 200 квадратных. Потому что это был качественный звук в технологиях, в науке. Это не предсказывается на дату. Об этом можно только иметь представление. И вот вам делают Зеленоградский генплан с представлением, с данными 80-го года, допросит меня докладчик. Да, в 2016 году, что-то, потому что это все. Представляете, с образом жизни, описанным в 30-летней давности, вам проектируют генплан на 50 или на сколько они у нас там, на 30 лет. По счастью, они, по этому, не один. Все они их начинают воплощать. Жизнь меняет их. Ну, не один. Генплан по численности населения. Причем, подожди, количество застройки реализован на 150%. Нет. Все, что вы говорите, это... Вот вы нам говорите, не воюйте. Послушайте меня. Нет понятия количества застройки. Нет застройки в метрах квадратных нигде в мире, где делают вот эти города, о которых нам говорили. Всюду считается на квартиры, на дома, на структуру семей. Построено 7000 квартир для одиночек. 12000 для тех многочленов семей свыше 5. Вот как строят государства. Поэтому они не строят, а дорогла. И каждый раз очередь не уменьшается. Почему у нас очередь 30 лет, а разбомбленной Германии полгода? Вы когда-нибудь думали об этом, я вам скажу почему. Потому что это вопрос создания перчаток под руку. Они знают состав своего населения и могут прогнозировать, что им нужно. Мы воевали за химкинский лес и что дальше? Ну и что, один раз? Ну и что дальше? Ну и что? 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 Дорогу построили, не с вырубили. Ну и что дальше? Давайте не будем воевать. Разойдемся потом. Дорогая, дорогая, дорогая. И не только так, что руководитель школы активного горожания. И я готовлю и защищаю людей, у которых, возможно, как и у вас, уважаемые, нет вот такого представления о своих правах и нет умения их защищать. Я работаю не с академиками и не с кандидатами, а с обычными людьми, которые начинали с того, что спрашивали меня, мы имеем право задать вопрос начальнику БЭЗа. И поэтому я никого не учу. Давайте дальше вот так рассказывать то, что всем хорошо известно. Я предлагаю заняться главным, работать с горожанами и самим себя чувствовать горожанами. И защищать это право и свой социальный страх. Спасибо. Буквально позавчера я в интернете разместил статью с названием «Генплан не нужен». Будет три-четыре части, и я постараюсь более детально изложить все, что было сказано и ополнить сообщение. Следующий выступающий у нас вот горожанка из Королёва, председатель местного отделения партии «Эволка» Мария Риджак. Здравствуйте. У нас как раз та самая ситуация, когда в городе попытались принять хищничек. «Генплан был тем чудовищным, в связи с тем, что в нём в первую очередь не была заложена сама идея того, что Королёв – это наукоград. То есть это, конечно, каждый город по-своему индивидуален, но в первую очередь в проекте «Генплан» должна была отражена быть идея именно его развития, его реализации как наукограда. С учётом уникальности и исторической ценности, потому что изначально город Королёв был построен для конструкторов, для учёных, для развития нашей науки. Потому что люди должны жить в тех домах, которые, ну и видеть перед собой такую среду, которая вдохновляет, которая вызывает работу, творческую, научную, мысль будет и так далее. Наши города превращаются в памятные джунгли. На этих публичных слушаниях, в которых прошло уже 13, жители на удивление и к моей личной великой радости высказались однозначно против «Генплана», за исключением тех товарищей, которых, как мы видели, привозили просто на автобусах, для того, чтобы они радостно сообщали о том, что они поддерживают этот «Генплан». Я не знаю, какова судьба в итоге, достанет ли администрации сил всё-таки протащить этот «Генплан». В ходе этих 13 публичных слушаний, которые прошли усилиями жителей, на каждых публичных слушаниях были высказаны предложения по изменению в «Генплане», и сейчас более 20, почти 30 поправок уже внесены. Мы очень сильно надеемся, вот представитель убежал, что всё-таки эти изменения будут внесены. И, как я понимаю, в это воскресенье в Красногорске митинг представители Королёва туда собираются приехать, с тем, чтобы отстаивать свои права. И я сейчас микрофон передаю вот Ростислав, тоже представитель СО предельного Загарянского. Приветствую! Стародачный посёлок Загарянский. Меня зовут Ростислав Камелий Виноградов. Вот много мы говорим о разных вещах, ведь в воздухе витает одна мысль, которая вот недосказана. Вот как-то вот рядом, но всё никак. Друзья мои, ведь Москва чрезвычайно перенаселена. Московский регион — это 20 миллионов человек. По официальной переписи, только по официальной переписи, Москва — это 12,5, и Подмосковье — 7,5. Складываем и получаем 20 миллионов. Для сравнения, Швеция — 9 миллионов, Фирляндия — 5, Чехия — 10. То есть Московский регион в разы больше многих европейских стран. Вот говорят, в Европе там хорошо. Мы огромное шире количество населения на маленькой территории. Вообще, вот если сравнить с большими странами, например, Германия — 80 миллионов, Франция и Италия — 60 миллионов человек. То есть треть Франции — это Московский регион. То есть, а зачем нам, русским людям, нужна такая огромная агломерация по численности населения? Ведь каждый седьмой россиянин из 140 миллионов живёт фактически в Москве и Подмосковье. И дальше продолжается вот этот поток мигрантов, приезжих в Московский регион. Дальше-то что? 30 миллионов, 50 миллионов, и дальше коллапс. То есть все наши проблемы, о которых мы говорим, — это как раз проблема перенаселения. Раньше, помните, там, в 60-е годы говорили, Москва типа не резиновая. Ведь действительно это сбылось. Вот дальше уже селиться просто некуда. Всё застроено уже. Скоро Лосиный остров начнут застраивать для того, чтобы селиться новых и новых людей. К чему это приведёт? Самое-то главное, мы должны понимать, что это обескравливание, обескровливание России и остальной. Активное, экономически активное население выезжает из регионов. Перестают вот эти точки роста в регионах. Это закон развития капитализма, который классика ещё больше 100 лет назад вывел, что там, где капитализм развит, он развивается ещё активнее. Там, где он не развит, он дегративен. То есть, что мы получаем? Что Московский регион активно, так называемый, развивается, затягивая ресурсы людей, а остальная территория России фактически деградирует. К чему это приведёт? К развалу нашей страны. Это мы должны понимать. Поэтому я понимаю, что тема не очень популярная. Всё-таки, ну, вот, особенно женщины знают, что худеть, оно не всегда приятно. Это диеты, это всякие процедуры и прочее, но похудение будет тогда, когда человек понял, что он должен похудеть. Также и мы с вами, русские люди, должны понять, что Москва должна похудеть. Это не развитие, это болезнь, это ожирение Москвы. 20 миллионов человек – это огромнейшая величина. И нам нужно, наверное, подумать не то, как, ну, не то, как вот красивые картинки, куда расселять население, как вот показали, не бегать планы, а именно как расселять из московского региона. В противном случае, ещё раз говорю, что прогноз очень печальный. Спасибо за понимание. А как вы думаете, как районы, в России? Вы знаете, предложение самое простое. Для начала. Не создавать новых рабочих мест. Для начала. Вот сейчас все заняты созданием рабочих мест в Москве. Давайте начнём с того, что вот каждый в своём городе скажет «нет» к рабочим местам. Второе – нет застройки, не будет рабочих мест, не будет зарплаты. Не будет зарплаты, не нужно будет покупать квартиры, не нужно будет в апотеку, да, походить. Дальше. Дальше. Следующий момент. Ну, конечно, на федеральном уровне надо решать, это повышение налогов. Тогда крупный бизнес, ну, вот, например, по всей стране 12%, а Москва, Москва хотя бы 15%. Уже крупные компании скажут «нам это не выгодно, это огромные миллиарды убытки». И просто будут регистрироваться и создавать рабочие места в других регионах. Вот ещё такой интересный момент. Спасибо за вопрос. Вот такой интересный момент. Что крупный город Москва, посмотрите, и ставит бюджет города Москвы. Вот бюджет Москвы 1 триллион 600 миллиардов рублей. Судя по выступлению Владимира Владимировича Путина, Олимпиада обошлась в 900 миллиардов. То есть, фактически, на московский бюджет можно проводить две Сочинские Олимпиады в год. Интересный момент, что вот чем крупнее город, тем больше тратится денег на содержание инфраструктуры городской. Маленький город Воронеж, это тоже город-миллионник, но по сравнению с Москвой маленький, там где-то порядка 15 тысяч рублей в год на гражданина. А в Москве 130 тысяч только на содержание городской среды. Ну, например, вот водоснабжение Москвы не просто, да, из артезиарских скважин делается, как в обычном городе, а целый канал имени Москвы, который гонит воду, вот уже 80 лет вверх, из нижнего пьева в верхник, гонит воду для москвичин. То есть, чем крупнее город, тем сложнее городские технологии, тем они дороже, тем они... Поэтому, в итоге, конечно, Москва может превратиться в самоедский город, ну, в московской глумерации, когда содержание одного гражданина будет стоить дороже, чем, собственно, он будет зарабатывать. Поэтому нужно подумать именно о том, как расселять Москву и московский регион. Спасибо. Спасибо. У нас есть? Нет. Уважаемые коллеги уже время 10.10. Нам, наверное, с вами надо как-то уже затрубляться, подводить итоги. И я что бы хотел вас попросить. Вот у нас есть почта наша, кмосуголу.яблоко.ру. Вот. На нее присылать свои предложения для того, чтобы мы с вами могли тезисно так подвести итоги наших услуг. И предложение про это у нас в Московской области, все-таки то, что мы с вами сегодня слышим. Вот. И я думаю, что интересный такой получился у нас все-таки диалог. Многие рассказали многое интересное. Мы поняли с вами, что нас будут скоро выселять из квартиры, что Москва вся застроится, вот, что надо, в принципе, расселять Москву и Московскую область. То есть много интересного. И, конечно, спасибо всем за сегодняшнюю работу. И это лично от меня. Часть жителей Магадана по кектару сейчас выделяют там. Так что, кто хочет, пожалуйста. Так, пожалуйста. Жители Кремля, Магадан. Значит, организационное объявление, коллеги. Просим поддержать. Будет у нас в негласной столице Московской области митинг. 5-го числа, в воскресенье, в 2 часа. Просим поддержать, приехать и выступить, ну, как бы, единым фронтом. Это будет то действие, которое мы должны сделать. Еще такое небольшое объявление. Много пришло активистов и не дали им слова. Я бы хотел всем порекомендовать. Вот сейчас самое такое время предвыборное, когда власть прислушивается к народу. И чтобы ваша тема зазвучала, вы можете вот сейчас подойти. Ильдар Фазилович, руководитель штаба «Яблоко», он вас сориентирует с теми кандидатами от «Яблоко», которые идут по вашей территории, чтобы они вашу проблему подняли и решили. Вот. Это важно. Поднять проблему, то есть до сентября. Иначе потом никто не станет вашу проблему решать. И еще объявление в субботу, 4-го числа будет в Народной палате, это на Лубянке, круглый стол, в 2 часа по коммуникациям. И будет там Министерство социальных коммуникаций. К сожалению, никто из чиновников областных сюда не пришли, но там уже будут чиновники. В 1 часу там будет Помонина-Поповарова, там придет заместитель министра экологии. И еще придет вот именно 4-го числа. Это записывайтесь. Еще у нас подготовлена резолюция в Черновике. Мы ее опубликуем на сайте «Яблоко». И кто-то, если хочет, вот Борис Центлин, подходите, записывайтесь в редакционную группу резолюции. Вплоть до каких-то направлений, участков Московской области мы в эту резолюцию уже будем включать. К сожалению, не получилось. Вот пришло много людей и не получилось всем выступить. Ну вот, организационные моменты, наверное, у меня все. Такое организационное можно? Да. Приклажение 2. Во-первых, сегодняшние материалы, ну, естественно, и согласие авторам, потому что, как видите, уже было один отказ, выручить, может, касать «Яблоко». Это само собой. И второе предложение, так понятно, что выступить все не смогли, но предложение, подготовьте справку по вашей ситуации, мы все это опубликуем вместе с материалом. По поводу решения проблемы расселения есть программа Юринского «Москва-земля, дома, дороги». Если по всей России ее реализовать, то проблемы Москвы и Московской области скорее могут решиться, да. Но вот то, что сделано на Дальнем Востоке, это жалкая пародия, конечно, на то, что для Латвии Григорий Алексеевич. Ну и на выборы, кто хочет пойти, пожалуйста, приглашаем кандидатов на Диаполгар. Своих городах можно. Так, кому видит Кейсер? Кейсер. 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 Спасибо.